Аллилуйя Аллилуйя Это такое прекрасное время Когда Бог собирает нас вместе Когда Бог собирает нас в своем присутствии Чтобы мы были в нем Это самое драгоценное время в неделе, которое у нас может быть Ты скажешь, Шамин? Дорогие друзья, дорогая церковь И мы рады приветствовать каждого из вас Обними сейчас соседа, поприветствуй его, скажи Я рад видеть тебя В этот особенный воскресный день Аллилуйя, дорогие телезрители Мы очень рады приветствовать вас Это такое хорошее время, когда мы вместе встречаемся на воскресном богослужении И сегодня вы там, у экранов телевизоров Возможно, в другом городе или даже на другом конце земли Но мы вместе И мы одна семья И это так прекрасно И давайте мы вместе прославим Бога за это Еще, еще громче давай Аллилуйя Аллилуйя Дорогой друг В воскресный день, когда мы вместе прославляем Бога Я вспоминаю, как делал это Давид Столько проблем и трудностей окружало его Но всегда он прославлял Бога Он всегда простирался в небеса Он говорил, Господи, как чудные и великие дела Твои по всей земле Несмотря на обстоятельства в жизни И послушай, сегодня Возможно, ты пришел сюда С какой-то нуждой, с какой-то проблемой или трудностью И я скажу тебе сегодня Славь Бога! Это твой ответ! Прославляй Бога сегодня от всего сердца Открывай свое сердце для Него Простирайся сегодня к Нему И ожидай, как Бог, Он прикоснется к тебе Аминь! Аллилуйя Аллилуйя, дорогие друзья И сегодня Божьим Словом Будет делиться с нами Пастор Виктория Давай мы возойдем громкую славу Богу Аллилуйя Это такое благословение Еще громче давай Аллилуйя Аллилуйя Поэтому сегодня ожидай Бог, Он готовил для тебя всю неделю Особенное слово Он готовил для тебя то, что ты ожидал То, чего ты ждал И то, что ты просил у Него И давай мы вместе сейчас поднимем свои руки к Нему Аллилуйя Боже, мы поклоняемся Тебе В этот воскресный день, Боже, мы благодарим Тебя За то, что Ты собираешь нас вместе Нашу семью, чтобы двигаться сегодня в жизни каждого Кто в этом зале И кто у экранов телевизоров сейчас Боже, пусть сегодня Твоя слава Она будет явлена для каждого Когда мы будем славить Тебя Когда мы будем поклоняться Тебе Когда будет время Когда Ты будешь говорить в нашу жизнь Боже, сегодня Ты действуй Мы открыты для Тебя сегодня Аллилуйя Мы превосносим Тебя Мы величаем Твое имя Аллилуйя Да будет так Аминь Аллилуйя Аллилуйя Слава Бога Искренне От всего своего сердца Аллилуйя Я не поверю Если кто-то скажет Что он не стремится стать успешным И счастливым Найдите такого человека Нет Вы его не найдете Потому что таких нет Мы с Вами живем в таком мире Где очень много возможностей Каждый может воспользоваться им И достичь всего О чем он только может мечтать Но почему-то этого не происходит со всеми А только немногие могут насладиться радостью победы В том или ином деле Хотя ключ к успеху предлагается каждому Именно Ты должен стать успешным Да-да Я не ошибаюсь Именно Ты У тебя все получится Не смотри на старые поражения Не опирайся даже на хорошее в прошлом успех Потому что хорошее всегда враг лучше Иди к своей цели Не взирая ни на что Не взирая ни на какие преграды и обстоятельства Не трать напрасно свое драгоценное время Не занимайся бесполезным делом Не приносящим плода Готовь себя к успеху Каждому дне Проси у Бога мудрости Для каждого дня твоей жизни Чтобы быть готовым Принять от Него благословение Наш успех Сокрыт только в нем Только в нем С тобой знаю я все смогу Знаю я все пройду Ты даешь силу мне, с тобой все возможно нам С тобой видеть глаза начнут, их узы и греха падут Верю только тебе, с тобой все возможно нам С тобой все возможно нам Я не хочу жить только видимым, видимым Я не хочу жить только чувствами, чувствами И если упал я, ты со мной Я знаю, тебе подвластно все Ты даешь силу мне, с тобой все возможно нам С тобой видеть глаза начнут, их узы и греха падут Верю только тебе, с тобой все возможно нам С тобой все возможно нам Я не хочу жить только видимым, видимым Я не хочу жить только чувствами, чувствами И если упал я, ты со мной Я знаю, я знаю, тебе подвластно все С тобой знаю, я все смогу Знаю, я все пройду Ты даешь силу мне, с тобой все возможно нам С тобой видеть глаза начнут, их узы и греха падут Ведь только тебе, с тобой все возможно нам У нас прекрасный Бог, он чудный Он Бог сверхъестественный И с ним действительно возможно все Верю я, верю я, верю я, ты веришь? С тобой знаю, я всё смогу, И знаю, я всё пройду, Ты даёшь силу мне, С тобой всё возможно нам. С тобой видеть глаза начнут, И узы греха падут, Верим только тебе, С тобой всё возможно нам. Верю я, верю я, Верю я, верю я тебя. Мы верим в великого Бога, Который творит великие чудеса, Исцеление, освобождение. Мы верим в тебя, наш Господь, мы любим тебя. Верю я, верю я, Верю я тебя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Ты знаешь, души вдоль тебе живёт! Души вдоль тебе живёт! Тебя будет славить Я знаю, ничто не удержит меня никогда! Близко ко мне ты, мой Господь славит Ты в воле живёшь, тебя будем славить Я знаю, ничто не удержит меня никогда! Да танцуй! utarцуй! Души вдоль、 house не танцуй! Танцуй! Души вдоль тебе танцуй! Dank съui! Пусть твой на мне танцуй, танцуй Пусть твой в тебе живет Пусть твой в тебе живет Пусть твой в тебе живет Он рядом всегда Пусть твой в тебе живет Ты со мною навсегда, мой Господь Теперь всю жизнь моя Славлю я тебя Церковь твоя прославляет тебя Посмотри, ты со мною Дети твои расправляют тебя, посмотри, ты со мною, навсегда мой Господь. Теперь вся жизнь моя, славяя тебя, церковь твоя расправляет тебя, День. Ты со мною, навсегда мой Господь, теперь вся жизнь моя, славяя тебя, я тебя, тебя, тебя. Души твой момент, танцуй, танцуй. Души твой момент, танцуй. Души твой момент, танцуй. Души твой тебе, танцуй. Палалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалал Боже, и давайте от всего нашего сердца выразим нашу любовь нашему Богу громким возгласом прославь Его нашего Отца. И, дорогие наши друзья, сегодня чудесное время. Мы собрали все вместе, наши дорогие телезрители, они вместе с нами. И знаете, очень важно, когда есть Церковь Божия, и именно за нее Иисус отдал свою жизнь. И поэтому улыбнись сейчас своему соседу и скажи, ты счастливый человек. Дорогие наши телезрители, вы счастливые, у вас есть Бог. И пусть Его рука будет всегда над вашей жизнью. Аминь. И давайте еще воздадим Ему, нашему Господу, Иисусу Христу великую славу. И ты можешь присаживаться. Дорогой друг, я знаю, что у Церкви Божией у нее всегда много дел, потому что в Библии сказано, Бог говорит, все творю все новое. Бог наш любит творить все новое. И мы стремительно идем за Ним. И знаешь, я хочу, чтобы ты был внимателен и послушал несколько объявлений. И у нас была, знаете, такая потрясающая ночная. Пастор Виктория, она говорила о силе евангелизма. И мы писали план спасения, потому что Церковь, она призвана, чтобы спасать людей. Иисус пришел на землю и заплатил свою жизнью для того, чтобы спасти людей. И мы писали план спасения, мы писали имена людей, за которых мы будем молиться, чтобы они пришли к Богу и были спасены. И на этой ночной молитве у нас будет такая серьезная, очень сильная молитва. Мы будем молиться конкретно за спасение близких, друзей, наших знакомых. И знаешь, я знаю, что молитва творит чудеса. И я знаю, что Бог слышит. И на самом деле Бог хочет, чтобы спаслись все люди. Чтобы каждый человек познал Его и был вместе с Ним. И поэтому, дорогие наши друзья, мы ожидаем нетерпения эту ночную молитву. Пятница 21.00. Мы ждем вас у прямого эфира, у экрана телевизора. И у нас потрясающая новость. У нас скоро будет крусейд нашего апостола. Воздаю Богу славу. Здесь, во Дворце спорта, в городе Киеве. И, пожалуйста, внимание на экран. Апостол Владимир Мунтян будет молиться за исцеление всякого рода хронических заболеваний, тяжелых и неизлечимых болезней, которые сковывают людей. Я разрушаю этих демонов, которые сковали ноги, сковали позвоночник, которые сковали человека. Разрушаю все корни и причины. Во имя Иисуса я повелеваю тебе, дьявол, уходи вон! Десять лет эта женщина вообще не вставала. И вот сегодня она обошла вокруг этого зала и пришла. Драгоценный Святой Дух, пусть Твоей драгоценной силой сегодня будет разрушено родовое проклятие болезни. Родовое проклятие рака во имя Иисуса! Исцеление от рака на одном из служений. После обследования мне поставили диагноз «рак». И на одном из служений, когда молился апостол, он говорит, принимайте свое исцеление. Я пришла к врачу, и он смотрит такой, знаете, опытный врач и говорит, а где вы делали операцию? Я говорю, я не делала операцию, у меня нет финансов. Он говорит, не может быть. Слава Богу, я не поверила, слава Богу! Также, дорогие телезрители, я говорю вам, именно вам, та немощь, которая в вашем теле, та болезнь, тот приговор, те цепи, те веревки, которыми сатана вас связал, те оковы. Я хочу вам сказать, что написано для вас лично. От помазания распадется всякое ярмо. Не пропустите эту возможность получить свое чудо и пережить настоящую свободу от Бога. 2 октября. Киев. Дворец спорта. 14.00. Крусейд. Разрушение проклятий. Аллилуйя. Давай воздадим Богу славу. Дорогой мой друг, знаешь, это будет потрясающее время. И мы знаем, что когда разрушаются проклятия, люди получают новую жизнь. Жизнь без болезней. Жизнь без проблем. И знаешь, мы соберемся здесь вместе. И очень хочется, чтобы этот зал, он был наполнен до избытка. И было много новых людей. Вы знаете, давайте все вместе мы приведем множество новых людей, чтобы Бог на этом служении коснулся их и дал им новую жизнь. Аминь. И мы ожидаем это время. Давайте воздадим Богу славу. И следующее наше служение в 14.00 здесь, в воскресенье, во дворце спорта. Оно будет называться так. Восстребую все, что для тебя приготовил Бог. А мы знаем, что Бог нам приготовил очень много. И знаешь, это надо просто взять в духовном мире. И мы с вами будем здесь молиться. Мы будем слушать Слово Божие. И мы знаем, что Бог, Он всегда учит, реформирует, дает нам веру. Поэтому следующее служение просто ожидая славы Божьей. Аминь. Итак, дорогие наши друзья, я хочу сейчас несколько слов сказать о седьмом дне. Мы много говорим, потому что седьмой день – это особенный день. И когда мы открываем Библию, это слово самого Бога, мы видим в бытие, во второй главе написано «Так совершены небо и земля, и все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал, и благословил Бог седьмой день, и осветил его. И в он и почил от всех дел своих». И я тебе хочу сказать, есть реальное таинство этого дня. Если сам Бог, Он благословил этот день. И знаешь, когда ты приходишь в скинию Божию, то эти механизмы духовного благословения, они начинают работать в твоей жизни. И Бог сказал, что этот день Он осветил, то есть Он отделил его для себя. И когда ты приходишь в этот день, ты говоришь «Бог, я отделяю себя для тебя, мой Господь. Я твой народ». И знаешь, Бог почил в этот день. И я тебе хочу сказать, когда мы приходим в Его присутствие, мы успокаиваемся. И Он может совершать свои дела в наших жизнях. Мы успокаиваемся, и мы можем слышать Его Слово. Мы успокаиваемся и входим под Его защиту. Поэтому я тебе хочу сказать, дорогой друг, в твоей жизни день седьмой, он должен быть святыней. Ты должен надевать самое лучшее. И ты должен идти всегда с ожиданием. И говорить сам себе «Бог, я иду навстречу к тебе». И я знаю, что сегодня, скажи сегодня, в этот день седьмой, ты коснешься меня. И я буду только ты и я. Аминь. И знаешь, я хочу, чтобы ты понимал, что этот день, он святой, он особенный. И сегодня Бог придет к тебе, потому что ты почтил Его. Ты убрал все свои дела. И ты пришел в Его присутствие. Потому что ты почитаешь и любишь Бога. И я тебе хочу сказать, пусть на твоем сердце, как на скрижалях, будет прописано. Я тот человек, который чту день седьмой, откладываю все свои дела и бегу в присутствие моего драгоценного Отца. И знаешь, подними руку и скажи «Бог, я люблю тебя, и я почитаю день седьмой. И пусть твоя милость будет на моей жизни». Аминь. Аминь. Воздаю Богу славу. И знаете, и дорогие друзья, мы уже с нетерпением ожидаем саммита. Потому что это действительно потрясающее время. И Бог наш, Он творец. И когда Он сотворил нас, Он сказал «Я сотворил моих детей по образу и по подобию». И знаешь, когда у нас есть Дух Святой, когда мы знаем своего Бога, когда мы имеем общение с Духом Святым, весь этот творческий потенциал, знаете, он как вулкан взрывается в нашей жизни. Но есть духовные законы. И когда мы овладеваем ими, то сам Бог, Дух Святой, Он вместе с нами начинает творить нашу новую жизнь. И поэтому вот этот саммит, когда мы собираемся в раз в год, и мы познаем эти законы четвертого измерения, мы соприкасаемся с Духом Святым. Бог начинает творить эту новую жизнь. Знаете, я хочу показать один ролик. Это свидетельство, оно на самом деле, оно было на прошлом, на позапрошлом колледже. Но оно меня очень касается, потому что судьба ребенка, потому что родители, благодаря четвертому измерению, они смогли поменять судьбу своего сына. Внимание на экран. Скажите, пожалуйста, Руслан, Таня, как вы вообще узнали о саммите четвертого измерения? Ну, наверное, все началось с того, что мы более 10 лет были верующими. И у нас в жизни, в смысле, столкнулись с такой проблемой, что наш трехлетний ребенок, когда пришло время уже говорить какие-то слова, их нету. Детский лепет был, и мы стали за это волноваться сильно. Особенно стало тяжело, когда родственники начали панику бить, что что-то не так, обратитесь к специалистам. Ну, мы стали волноваться, обратились к невропатологу, к психиатрам обращались. И больше всего, наверное, меня огорчало то, что я не могла понять все-таки, что с ребенком, потому что диагноза как такового я не слышала. Я слышала какие-то страшилки, например, аутист или отсталый. Но это было очень неприятно, и мне не хотелось это слышать, но тем не менее, ну, мы видели, что что-то не так. И нас это пугало, мы не знали, ну, как вообще с этим быть. И так как мы уже были больше 10 лет верующими, я задавалась только одним вопросом. Бог, почему это случилось? Почему так? И что мне вообще дальше делать? И моя мама ходила в церковь Возрождения, и в сентябре мы уже попали на колледж Гора Моисея 2014. И, конечно же, на колледже мы узнали о саммите, пастырь призвал к саммиту, и мы очень загорелись и очень ухватились за это. Ну, для меня лично это была как надежда, для меня это был как где-то свет далеко-далеко в конце туннеля. И я сразу ему уже сказала, что мы должны быть там. Пришло время, вы приехали сюда, в Киев, на саммит. Вот скажите, пожалуйста, ваши переживания, что вы чувствовали, что здесь происходило с вами во время этой недели обучения? Ну, во-первых, это была на самом деле невероятная атмосфера. Я лично был в таком режиме ожидания ответа от Бога. Я тогда был уверен, что Бог, Он в эти дни, во время саммита, Он что-то откроет новое. Ну, то есть, как бы новый уровень, что все то учение, которое мы получали, что оно просто как бы проявится лично в моей жизни. Что я буду видеть еще больше чудес, что я буду еще больше познавать Духа Святого, что мои отношения с Духом Святым укрепнут, и что я получу ответы на молитвы дальше по отношению нашего сына. Что мы, как бы, мы по сей день видим, как он развивается. Вот после саммита пришло время вам возвращаться домой. И когда вы приехали обратно в Днепропетровск, как поменялась ваша жизнь? Что вот начало происходить? Мы приехали, мы увидели нашего сына после саммита. Я очень хотел, чтобы он сказал, о, папа приехал. И я зашел, я это услышал. У меня слезы на глазах. Когда ты зашел домой, он сказал, папа приехал? Да, я весь саммит, я молился. Когда за него, у меня, у нас все время поочередно был такой образ, что мы хотим еще. Вернулось вот то вот ощущение, что Бог действительно рядом. То, что до этого казалось, что Он далеко, как моя жена говорила, то я понял, что Он настолько рядом, что я даже, может быть, не могу дать себе отчет, насколько это реально. И достаточно только просто вникать в это учение. Я понял, что это та жемчужина, которую нужно всю жизнь хранить. Благодаря четвертому измерению и движению Духа Святого, эти родители в согласии, они видели новую судьбу своего сына. И я тебе хочу сказать, мой дорогой друг, и это пришло в их жизнь. И нет ничего невозможного. И знаете, наш саммит, он впереди. С 5 по 7 декабря будет проходить саммит четвертое измерение. И потому, дорогой мой друг, спеши, регистрируйся. Потому что на самом деле количество мест, оно ограничено. И у нас уже с 1 октября, всем тем людям, которые зарегистрировались, у нас уже будут приходить уроки. И это важно, чтобы твое сердце было подготовлено. И знаешь, мы все хотим жить в новой божественной реальности. Скажи на это Аминь. Потому что Бог, Он приготовил для каждого из нас полноту. Скажи полноту. И поэтому, знаешь, двери саммита, они распахнуты. И ты можешь зайти на наш сайт, дорогой Терезлитель, и зарегистрироваться, и получать эти уроки, и готовить свое сердце. И знаешь, мы с нетерпением ожидаем это событие. Давайте воздадим Богу великую славу. Аллилуйя. И у нас великий отвечающий Бог. Ты скажешь, Аминь? Он всегда выходит нам навстречу. Он всегда отвечает на наши молитвы. И мы живем в невероятное с вами время. Сегодня, открывая деяния апостолов и читая то, что там совершал Дух Святой, мы с вами сегодня переживаем это лично. Мы видим, как Дух Святой, Он движется, и Он исцеляет от неизлечимых болезней. Как люди, они встают с инвалидных колясок. Как там, где дьявол, Он ставил приговор, Бог отменяет всякий приговор дьявола. И Он дает человеку новую жизнь. И, дорогие друзья, каждое воскресенье апостол Владимир Мунтян в 21.00 по киевскому времени на телеканале Возрождение молится за телезрителей. Это молитва за исцеление. И это невероятно. Дух Святой, который 2000 лет назад Он двигался по земле, когда апостолы о них ходили. Он также движется и сегодня, когда молится наш апостол. И прямо сейчас я хочу, чтобы мы вместе с вами посмотрели анонс этой молитвы. Прямо сейчас ваше внимание на экран. В это воскресенье в 21.00 на телеканале Возрождение апостол Владимир Мунтян проведет целевую молитву за исцеление телезрителей. Смотрите программу вместе со своими друзьями, родными и близкими. Ожидайте Божьего прикосновения. Бог обязательно вас исцелит. Не пропустите в это воскресенье в 21.00 на телеканале Возрождение. Халлелуя. Халлелуя. Давай воздадим Богу славу. АПЛОДИСМЕНТЫ И дорогие телезрители, я хочу обратиться сейчас к вам. Обязательно сегодня в 21.00 по киевскому времени если у тебя есть близкий или родной человек, который сегодня болен, возможно кто-то неизлечимо болен, это твой ответ. Когда апостол Владимир Мунтян, он молится, Дух Святой он приходит. Из его присутствия выходит помазание, которое исцеляет. Независимо от того, где ты находишься. Поэтому обязательно сегодня бери свою семью, своих близких, своих родных и находись у экранов телевизоров в 21.00 Халлелуя. Давайте мы воздадим Богу славу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И так важно нам с вами, как Церкви Божией, молиться за нашего апостола. АПЛОДИСМЕНТЫ Это так важно сегодня, тот человек, который идет впереди нас. сегодня он несет видение, которое доверил ему Бог. И сегодня мы видим невероятные вещи, которые происходят. АПЛОДИСМЕНТЫ И как каждый раз, когда ты молишься, я хочу сказать тебе, дорогой брат, дорогая сестра, бери 90-й псалом, открывай Библию и провозглашай, провозглашай это в жизнь нашего апостола. АПЛОДИСМЕНТЫ Живущий под кровом Всевышнего. АПЛОДИСМЕНТЫ Под сеянием всемогущего покоится. АПЛОДИСМЕНТЫ Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог, на Которого я уповаю. АПЛОДИСМЕНТЫ И ты говоришь Божье Слово, и давай мы сейчас вместе станем. АПЛОДИСМЕНТЫ И мы будем молиться за нашего апостола. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Давай мы вместе поднимем свои руки к Нему. Боже, мы превозносим Тебя и мы благодарим Тебя. За нашего апостола, Боже, спасибо Тебе. За этот великий дар в жизнь каждого из нас. Боже, и прямо сейчас мы молимся по Слову Твоему. И мы провозглашаем Твою божественную защиту в его жизнь. Твой божественный покров. И мы говорим, живущий под крово Всевышнего, под сеянием всемогущего покойца, Боже, Ты его щит, Ты его ограждение. Боже, он уповает на Тебя. И мы просим Тебя, чтобы Ты хранил его, чтобы Ты оберегал его на всех его путях. Боже, во всякое время и на всяком месте Твоя защита во имя Иисуса Христа. Возвысь Твой голос сейчас. Хататайствуй. Мы провозглашаем Божья защита. И прямо сейчас мы повелеваем Ангелом Божьим, большим, сильным, ополчаться вокруг Него. Вокруг пастор Виктории. Вокруг их детей. Данила, Алины, Виолетты. Мы провозглашаем Божья защита. Божий покров во все дни жизни Его, Боже. Пусть умножается, умножается над Ним. Во имя Иисуса Христа мы провозглашаем. Не приблизиться к Нему. Никакое зло. Во имя Иисуса Христа. Боже, мы молим и просим Тебя. Каждый день Его жизни, Боже. Ты укрепляй Его. Боже, Ты наполняй Его Твоей силой. Ты наполняй Его Твоей крепостью, Боже. Пусть энергии и силы от Тебя. Они исходят, Боже. Во имя Иисуса Христа мы провозглашаем. Это на жизнь нашего апостола. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Дорогой друг. Дорогие телезрители. Каждый день, когда ты молишься. Это должно быть неотъемлемым временем в твоей молитве. Когда ты молишься за нашего апостола. Бери 90-й псалон и провозглашай. Провозглашай защиту. Аллилуйя. Да будет так. Аминь. Воззай Богу громкую хвалу. Аллилуйя. Аллилуйя. Давайте мы еще прославим Бога нашего. И я прошу, чтобы мы не присаживались. Потому что буквально несколько слов для нашего вдохновения я хочу сказать. И мы совершим молитву за нашу страну. Друзья мои. Сегодня ничто так не вдохновляет, как свидетельство. Ответ на молитву. Кто-то скажет здесь аминь. Дорогие наши телезрители. Мы молимся. И мы не перестаем это делать. И я думаю, что каждый здесь человек. Каждый пришедший на это место. И каждый наш телезритель. Вы совершаете эти молитвы с дерзновением. Веря Богу, что Бог, Бог отвечающий. Кто-то скажет здесь аминь. И, друзья, мы уже говорили на ночной молитве о том, что Бог совершает в нашей стране. И вот в нашей стране указом президента был издан такой указ, что 500-летие со дня реформации начало церкви протестантизма будет праздноваться в нашей стране. Друзья, давайте мы дадим Богу славу. И это объявлен как государственный праздник. И на всех уровнях дан указ о том, чтобы всему этому, чтобы проводились эти мероприятия, всему способствовать. Всем структурам в нашей стране. Давайте мы дадим Богу славу. Это Бог делает. Также, друзья, решением конституционного суда было принято решение, что проповедь Евангелия сегодня может осуществляться везде в нашей стране. И никто, друзья, и не нужно для этого разрешения. Бог делает свою работу по нашей молитве. Дай Богу славу! Аллилуйя! Друзья, мы совершаем эти молитвы, и мы видим, как Бог сегодня отвечает на них. Я скажу так, мы собрались, мы церковь. И Бог дал сегодня нам, как церкви, власть. Бог сегодня создал церковь. Писание говорит, что церковь – это столб и утверждение истины. И врата ада не одолеют сегодня эту церковь. Потому что сам Бог сегодня стоит за ее правами и за силой, которая есть сегодня в церкви. Друзья мои, мы молимся за нашу страну. И Бог отвечает. Поэтому я призываю сегодня каждого из вас, опираясь на Слово Божье, я хочу зачитать одно место. Это книга пророка Иезекииля. Ой, прошу прощения, книга Ниемии. Это первая глава. Третий и четвертый стихи. И сказали они мне, оставшиеся, которые остались от плена, находятся там, в стране своей, в великом бедствии и унижении. И стена Иерусалима разрушена, и ворота ее сожжены огнем. Услышав эти слова, говорит Ниемия, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился, и молился пред Богом Небесным. И потом он совершил молитву, и он отождествил себя с народом Божьим. Друзья мои, сегодня Бог дал нам власть молиться за нашу страну. И Бог благословит нашу страну. И мы увидим процветающую страну. Мы увидим радость сегодня в семьях, в домах. Мы увидим, как Бог поднимет страну эту. И об этом будут знать все, и это будут видеть все. Поднимай свои руки, и мы будем совершать эту молитву. Драгоценный Небесный Отец, мы молим Тебя в наше сердце. Оно сегодня отождествлено с людьми в этой стране, с народом в этой страны. Это наша страна, Бог. Ты сегодня благословил нашу страну. Ты благословил ее, чтобы здесь началось пробуждение. И чтобы сила Божья, она действовала сегодня. Здесь, и мы молим Тебя о том, чтобы ты Бог сегодня поднимал. Поднимал патриотов в этой стране. Пусть все, что ты замыслил сделать в этой стране, в нашей стране, оно состоялось, оно осуществилось. И мы видим, как народ в этой стране, в нашей стране, он благословенный, счастливый. Благополучие приходит в нашу страну. Радость и счастье наполняет нашу страну. Благослови, мы видим, как Евангелие, оно проповедуется, и оно усиливается, утверждая Божьи истины в нашей стране. И мы молим Тебя, Господь, чтобы ты благословил сегодня руководство нашей страны в лице нашего президента. Мы просим Тебя, чтобы ты дал мудрости, чтобы ты дал рассудительности, чтобы ты дал сегодня понимание и ответственности за эту страну. Чтобы сегодня каждый человек в нашей стране понимал, что есть люди, которые заботятся о стране. Есть люди, которые стоят на защите страны. Которые патриоты своей страны. И мы молим Тебя об этом, Бог, благослови. Мы любим Тебя. Мы знаем, ты Бог отвечающий. И все, что ты замыслил, спудится и состоится. Потому что это говоришь ты, Господь, во имя Иисуса Христа. И весь народ громко скажет. Аминь. Давайте мы дадим Богу славу. Аллилуйя. Мы живем в благословенной стране. Присаживайся, дорогой мой друг. Мы с вами люди веры. И прежде, чем мы продолжим, я хочу несколько слов сказать о том, чтобы призвать каждого из нас к жертве. К тому, чтобы мы сегодня могли совершить это дело осознанно, с пониманием, с глубоким пониманием того, что мы делаем сегодня. Божье слово говорит, и это записано во второзаконии в 12 главе 6 стиха. Он говорит, и место, которое избрал Господь, туда приходите, туда приносите десятины ваши приношения, ваши жертвы ваши. И ешьте там пред Господом, ликуйте и радуйтесь. Мы сегодня питаемся от церкви. Мы питаемся сегодня откровениями, которые сегодня Бог дает нашему апостолу. Мы живем сегодня верой от слова, потому что слово Божье, оно насыщает нашу веру. И поэтому, когда мы приходим на это место, мы приходим, чтобы вознести Богу жертву хвалы наших уст и принести пред Богом жертвы с пониманием. Вы знаете, Иисус, Он однажды, это в 21 книге, в 21 главе Евангелия от Луки записана эта история. С первого стиха «Взглянув же, он увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу, увидел также и бедную вдову, положившую туда две лепты, и сказал, истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила. Ибо все от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела». Почему Бог обратил на ее жертву? «По одной простой причине. Он видит сердце». Всегда, когда мы приходим к Богу, Бог, Он сердцеведец, и Он видит сердце. Внешне может быть все хорошо, но внутри, знаете, внутри Бог смотрит, Бог зрит в корень. И поэтому, когда мы приходим пред Богом и жертвуем пред Его лицом, Богу важно, насколько ты мотивирован и чем ты мотивирован, чем ты вдохновлен. Не делаешь ли это ты по обыденности своей, а делаешь ли ты это по вдохновению от самого Бога? Мы те люди, которые полюбили Бога, и те люди, которые ответили на Его призыв, кто-то скажет здесь «Аминь». Мы здесь, мы Его церковь, и мы должны понимать, что все от Него, все, что мы имеем в своей жизни, дыхание жизни, благословение, здоровье, крепость, сила, все, все, что сегодня потребно нам для жизни и благочестия, мы имеем. Мы имеем только по одной простой причине, что мы доверились Ему. И сегодня, друзья, чтобы мы могли сделать этот акт, прежде всего проанализируем сердце. С каким сердцем мы это делаем и для чего. Богу важно сегодня, чтобы мы доверяли Ему во всем. И очень важно, живя в этом мире материальном, доверять Богу то, что этот мир ценит больше всего. Это финансы. Когда ты доверяешь Богу финансы, Богу это нравится. И Он приходит, и Он благословляет. Он видит, что ты сегодня не держишься за материальное. Он видит, что ты сегодня всю надежду и все упование дал Ему. И Бог, Он отвечает. Это происходит в моей жизни. Это происходит в жизни тех людей, которые сегодня делают это от искреннего сердца. Поэтому я призываю каждого сегодня из вас, чтобы вы могли пожертвовать от всего сердца. И у вас на ваших местах есть флайерам. Друзья, давайте мы возьмем сейчас эту жертву. Возьмите сегодня все, что вы приготовили для Бога. И там также есть на ваших местах есть флайерам о партнерстве, анкеты. Запишите туда, в эту анкету, ваши пожелания. Запишите туда все, что бы вы хотели относительно партнерства, скажем так, высказать какую-то идею. Сделайте это буквально сейчас, в течение минутки. И пусть Бог вас благословит. Друзья мои, давайте мы сейчас встанем. Вернее, пусть Бог благословит. Сидите, сидите. И давайте мы помолимся с вами, чтобы Бог благословил сегодня каждого из нас. Во имя Иисуса Христа, драгоценный Царь, мы уповаем на Тебя. Мы надеемся на Тебя, потому что мы сделали Тебя опорой своей жизни. Мы сделали Тебя основанием своей жизни. И пусть сегодня жертва каждого из нас, она будет пред Твоим лицом. Благослови нас во всем, что мы делаем. Во имя Иисуса Христа. И стань ответом для нас на нашу жертву. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И, пожалуйста, группа «Порядка», вы можете пускать жертвенники. Пусть Бог благословит каждого из нас. На земле живут миллиарды людей. И у каждого из них есть родители. И у каждого есть отец. Для кого-то отец был опорой, защитой и другом. Но кто-то так и не узнал, как это иметь любящего папу. Знаешь, Бог не человек. У Него любящее отцовское сердце. Он не предаст, не бросит. Он всегда рядом. нами. Жизнь свою за меня ты отдал. Каждый день ты со мной пребывал. Освещал ты всегда, наполнял ты меня И исчезла внутри пустота Освещал ты всегда, наполнял ты меня И исчезла внутри пустота Ты освещаешь жизнь мою, заполняешь пустоту Каждым мигом дорожу, всей душой тебя люблю Ты освещаешь жизнь мою, заполняешь пустоту Каждым мигом дорожу, всей душой тебя люблю Жизнь свою я тебе отдаю На земле я с тобой, как воюю Охраняешь меня, защищаешь всегда Не оставлю тебя никогда Охраняешь меня, защищаешь всегда Не оставлю тебя никогда Ты освещаешь жизнь мою, заполняешь пустоту Каждым мигом дорожу, всей душой тебя люблю Ты освещаешь жизнь мою, заполняешь пустоту Каждый мигом дорожу, всей душой тебя люблю Отец, 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 всей душой тебя люблю Отец, 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 всей душой тебя люблю Отец, 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 sky, sky, näpsAM Каждый день ты со мной пребывай Ты освещаешь жизнь мою, заполняешь пустоту Пустоту каждым мигом дорожу, Всей душой тебя люблю. Ты освещаешь жизнь мою, Заполняешь пустоту. Каждым мигом дорожу, Всей душой тебя люблю. Всей душой тебя люблю. Всей душой тебя люблю. Отец, Отец, Всей душой тебя люблю. Дорогая церковь, давайте мы поднимемся и мы будем поклоняться нашему Богу. Богу-богов, Царю-Царей. Богу-богов, Царю-Царей. Прости, мой грех, Я навеки твой. Я навеки твой. Поднял меня, Оставил на скале, Вся жизнь моя Принадлежит тебе. Иисус, принадлежит тебе. Я навеки твой. Я навеки твой. Я навеки твой. Я навеки твой. Я твой. Я навеки твой. Я навеки твой. Я навеки твой. Я поклонrill и твой лет. Я навекаけ твой взек. Омыл меня кровью святой Простил мой грех Я навеки твой Поднял меня, поставил на сколе Вся жизнь моя принадлежит Тебе Ой, Сус, принадлежит Тебе Я навеки твой 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 Я навеку твой Я навеки твой Слава тебе в небесах и на земле! Я навеки твой Я навеки твой Навеки твой Я навеки твой Я твой Я навеки твой Спойму ещё Я навеки твой Я навеки твой Навеки твой Я навеки твой Я навеки твой Я навеки твой Я навеки твой Бог всего, я склонюсь к Твоим ногам. Все, что есть, посвящу Тебе ногам. Жару я видеть вновь Твое лицо, мой Господь. Святой Бог, Бог Бог пославил, Возносим голоса Тебе ногца. Достоин, Ты один достоин, Возносим голоса Тебе ногца. Бог всего, я склонюсь к Твоим ногам. Все, что есть, посвящу Тебе ногам. Жару я видеть вновь Твое лицо, Возносим голоса Тебе ногца. Достоин, Ты один достоин, Возносим голоса Тебе ногца. Святой Бог, Бог Бог пославил, Возносим голоса Тебе ногца. Достоин, Ты один достоин, Возносим голоса Тебе ногца. Возносим голоса Тебе ногца. Возносим голоса Тебе ногца. Мы вознесем голоса И воспоем в небеса подобного. Нет, подобного нет. Мы вознесем голоса И воспоем в небеса подобного. Нет, подобного нет. Мы вознесем голоса И воспоем в небеса подобного. а а а и а и а а а а Поднимай к нему свои руки, поклоняйся Ему. Но потом во славе возносим голоса, Тебе наш царь достоин, Ты один достоин, Возносим голоса, Тебе наш царь святой. Но потом во славе возносим голоса, Тебе наш царь достоин, Ты один достоин, Возносим голоса, Тебе наш царь. Аллилуйя, драгоценный Бог, Иисус наш, Мы славим Тебя, мы превозносим Тебя, Ты один достоин, Ты один достоин, Славь Его, мой друг, благодари Его, превозноси Его. Он один достоин, Он великий Бог, Он всемогущий Царь, Боже, мы благодарим Тебя, Мы превозносим Тебя, Мы возвеличиваем Тебя, Мы славим Тебя. Иисус, мы славим Тебя, Иисус, мы славим Тебя, Иисус, мы славим Тебя. Царь наш, халлилуйя, халлилуйя, халлилуйя. Драгоценный Иисус, мы славим Тебя, сейчас просто скажи, скажи своему Иисусу, что Ты любишь Его, скажи это Ему лично, скажи, что Ты благодаришь Его за то, что Он спас Тебя, оправдал Тебя, омыл Свою кровью. Драгоценный Иисус, спасибо Тебе, халлилуйя. Мы стоим перед Тобой, и мы счастливы, что мы можем быть здесь, в Твоей Церкви, быть Твоим народом. Господь, мы благодарим Тебя, халлилуйя, 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 халлилуйя. Мой друг, сейчас закрой свои глаза и попроси, чтобы Дух Святой сейчас пришел и прикоснулся к Тебе лично. Сейчас особенный момент. Не думай ни о чем посторонним, не смотри по сторонам. Сейчас то время, то драгоценное время, только Ты и Дух Святой. Говори с Ним, открывай свое сердце. Если никогда в жизни еще Ты не переживал прикосновения Святого Духа, попроси Его, искренне, как ребенок, попроси Его, и Он прикоснется к Тебе. Дорогой Дух Святой, я прошу Тебя, приди в этот зал. Драгоценный Дух Святой, пусть Твое присутствие наполнит этот зал. Драгоценный Дух Святой, я прошу Тебя, пусть Твоё присутствие наполнит каждую комнату наших телезрителей, там, где они находятся. Дух Святой, Дух Святой, я прошу Тебя, коснись, коснись, коснись. Дух Святой, я прошу Тебя, пусть Тебя, пусть от Твоего помазания сегодня больные будут исцелены. Пусть сегодня от Твоего помазания падут всякие оковы, пусть сегодня от Твоего помазания драгоценный Дух Святой. Там, где была боль, придет исцеление, там, где был тупик, придет выход. Пусть от Твоего присутствия и от Твоей силы тают горы, горы проблем. Я прошу Тебя, драгоценный Дух Святой, коснись Твоей силой, коснись Твоей силой, коснись Твоей силой, коснись Твоей силой. Сейчас присутствие Духа Святого здесь, Его сила здесь, Его помазание здесь. Все, что Тебе нужно, это только Он. Говори с Ним, открывай свое сердце к Нему. О, драгоценный Дух Святой, я прошу Тебя за каждого человека, кто сейчас переживает какую-либо боль, конкретно физическую боль. Боже, я прошу Тебя за этих людей. У экранов телевизоров, здесь, в зале. Дух Святой, прошу Тебя, прикоснись Твоей исцеляющей силой. И там, где есть страдания от боли, я прошу Тебя, драгоценный Дух Святой, пусть всякая причина этой боли будет разрушена. Пусть всякий дух болезни и немощи будет уничтожен. И я прошу Тебя, драгоценный Дух Святой, коснись Твоей исцеляющей силой. Ты наш утешитель. Ты наш ответ и наша помощь здесь, на земле. Дух Святой, драгоценный. И я прошу Тебя, я сейчас хочу молиться за исцеление, особенно за исцеление хронических болезней. Мой друг, если в Твоей жизни есть подобная болезнь, дорогой телезритель, прямо сейчас положи руку на то место, где эта проблема. Если у Тебя несколько проблем, положи руку просто на свое сердце и принимай свое исцеление. Драгоценный Дух Святой, я прошу Тебя, коснись Твоей исцеляющей силой. И я прямо сейчас, кровью Иисуса, разрушаю всякий дух болезни, всякие хронические заболевания. И именем Иисуса пусть придет исцеление. Там, где хронические болезни, пусть придет исцеление. Там, где многолетние болезни, постоянно повторяющиеся. Пусть этот дух болезни будет разрушен именем Иисуса Христа. Великий Бог, я прошу Тебя, коснись Твоей силой. И прямо сейчас кто-то получает исцеление от астмы. Принимай свое исцеление. И именем Иисуса, Божий, коснись, коснись Твоей исцеляющей силой. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Божий, Божий, драгоценный. Есть человек у вас хронические, хроническая проблема в легких. И прямо сейчас вы чувствуете тепло. Бог прикасается к своей исцеляющей силой. Также человек у вас в бронхах хроническая проблема. Вы постоянно заболеваете воспалением именно в бронхах. Сейчас полное исцеление приходит в вашу жизнь. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Есть человек, который постоянно болеет простудными заболеваниями. Но это очень много. Ты буквально не вылазишь из этого. И прямо сейчас это проклятие болезни разрушено на твоей жизни. Во имя Иисуса. Дух Святой, драгоценный, я прошу Тебя. Твоя исцеляющая сила пусть двинется для наших телезрителей. Дорогой Дух Святой, я прошу Тебя. Сейчас человек, который смотрит нас. У вас хроническая проблема с кожей. И прямо сейчас Дух Святой, Он прикасается и исцеляет вашу кожу. Есть человек с дерматитом, получает исцеление. Есть человек с экземой, получает исцеление. Есть человек с псориазом, получает исцеление. Во имя Иисуса. Господь, я прошу Тебя. И прямо сейчас телезритель, который смотрит нас. У вас очень анемия в очень серьезной стадии. И прямо сейчас Дух Святой прикасается своей исцеляющей силой к вам. Принимай свое исцеление. Господь, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя. Аллилуйя. 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 И прямо сейчас у экранов телевизоров мама, она молится за своего ребенка, у которого порог сердца. И прямо сейчас я молюсь за этого ребенка, Господь, прикоснись к исцеляющей силой. И пусть будет сердце восстановлено полностью. Вся его работа, пусть оно будет полностью восстановлено, исцелено. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Я благодарю Тебя, Господь. Я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя. За каждое чудо. За Твое прикосновение. Прикосновение. И сейчас кто-то получает исцеление. У вас заболевание в костях. Это хроническое заболевание уже очень много лет. Тебе сейчас нужно пробовать делать то, что ты не мог. И принимай свое исцеление. И женщина, у вас хроническое заболевание по-женски. Многолетнее. У вас проблема с придатками, проблема с трубами. Но прямо сейчас Бог прикасается. Ты можешь чувствовать тепло, которое проходит по твоему телу. Принимай свое исцеление. Аллилуйя. Дух Святой, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, драгоценный Дух Святой. Спасибо Тебе. Дух Святой, драгоценный Дух Святой, драгоценный Дух Святой. Твои силы, закрой свои глаза. Попроси, чтобы Он наполнил Тебя еще сильнее. Аллилуйя. Аллилуйя. Дух Святой, спасибо Тебе. Кто-то сейчас находится в жизненном тупике. И Ты молишься о том, чтобы Дух Святой, Он показал Тебе выход. И я прошу Тебя, драгоценный Дух Святой. Пусть тьма развеется. Покажи путь, покажи выход. Принимай это в свою жизнь. Принимай. Бог показывает Тебе сейчас путь. Аллилуйя. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. О, сейчас помазание в этом зале. Помазание в этом зале. Аллилуйя. Аллилуйя. Есть человек, и у Вас как будто как раздвоенные мысли. Вы постоянно с этим сражаетесь. Вы стараетесь думать позитивно. Но негативные мысли, они просто атакуют Вас. Положи сейчас руку на свою голову. Господь, я прошу Тебя, коснись Твоей силой и дай победу, победу. Дай мышление победителей во имя Иисуса. Аллилуйя. 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 Кто-то сейчас получает победу в своем разуме. Победу в своем разуме. Господь, спасибо Тебе. Подними к Нему свою руку. Благодаря Его. Благодаря Его. Благодаря Его за все. Благодаря Его за все. Благодаря Его. Служители, помолитесь за тех людей, которые внизу. Господь, коснись Твоей силой. Коснись Твоей силой. Коснись Твоей исцеляющей силой. Коснись Твоей исцеляющей силой. Коснись Твоей исцеляющей силой. Я кровью Иисуса разрушаю Всякий дух онкологии Именем Иисуса Христа Всякое проклятие рака Да будет разрушено во имя Иисуса Всякое проклятие туберкулеза Да будет разрушено во имя Иисуса Всякий дух шизофрении Я связываю именем Иисуса Христа Там, где гипертония, Боже, я молю Тебя Коснись твоей исцеляющей силой Кто-то сейчас получает исцеление от гипертонии Больше 30 лет у вас проблема с давлением Но сейчас ваше давление приходит в норму Господь, спасибо тебе Я благодарю тебя И кто-то сейчас получает исцеление в своих глазах Принимай свое исцеление Принимай свое исцеление Проверяй свои глаза Дорогой Дух Святой, спасибо тебе Спасибо тебе Спасибо тебе Спасибо тебе Аллилуйя Я благодарю тебя Благодарю тебя Благодарю тебя Там, где проблемы с щитовидкой Боже, я прошу тебя Коснись твоей исцеляющей силой Пусть придет полное исцеление Во имя Иисуса Господь, я благодарю тебя Аллилуйя 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 Кто-то переживает исцеляющую силу на себе уже прямо сейчас Тебе нужно поднимать свою руку и благодарить Бога Поднимай свою руку и благодарить Бога И обещай Ему, что ты будешь свидетельствовать Аллилуйя Аллилуйя Спасибо тебе, Господь Дайте мне вот эту девушку Спасибо тебе, Господь Аллилуйя Спасибо тебе, драгоценный Спасибо Тебе Аллилуйя, я благодарю Тебя Я благодарю Тебя Я благодарю Тебя Дух Святой Драгоценный, коснись Твоей силой Боже, я прошу Тебя Коснись Твоей Сцеляющей силой Пусть полное исцеление Восстановление придет в ее жизнь Во имя Иисуса Во имя Иисуса Коснись, драгоценный Дух Святой Аллилуйя Спасибо Тебе, спасибо Тебе, я благодарю Тебя, Аллилуйя, Аллилуйя. И, дорогой мой друг, если у тебя есть какая-то проблема в семейной сфере, я чувствую, я хочу помолиться об этом. Если у тебя есть проблема в семейной сфере, в личной жизни, я сейчас молюсь за Тебя, я соглашаюсь вместе с Тобой. Я знаю, что великую силу имеет молитва согласия, величайшую силу имеет молитва церкви. И я знаю, что Бог хочет, чтобы все сферы нашей жизни, они были в победе и в благословении. Если проблема есть в Твоей семье, мы вместе будем молиться, и победа Божья придет. Если проблема есть в своей личной жизни, мы будем молиться, и победа Божья придет. Бог хочет наполнить Тебя своим счастьем, принимай сейчас. Господь, я молю Тебя, великий Бог, я молю Тебя за Твой народ. Господь, я молю Тебя, чтобы они были победителями в каждой сфере своей жизни. Я молю Тебя, чтобы сила Твоя была на их жизни, чтобы благословение Твое было на их жизни, на каждой сфере. И я молю Тебя, Боже, за сферу семьи, за сферу личной жизни. Там есть проблема, там есть какое-то разрушение. Боже, я прошу Тебя, прийди туда и принеси Твою победу и Твой ответ. Драгоценный Бог, я прошу Тебя, я кровь Иисуса разрушаю всякое проклятие развода, всякое проклятие одиночества. Я кровь Иисуса разрушаю все планы сатаны, и я провозглашаю победу в каждую семью, счастье в каждую семью, счастье в личную жизнь во имя Иисуса, во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. И, дорогой мой друг, если у Тебя есть именно в семье неверующие, может это муж, может это жена, может это родители или дети, давай сейчас вместе помолимся об этом, чтобы спасение пришло в Твой дом. Великий Бог, я прошу Тебя. Давай сейчас возьмемся за руки, чтобы это была молитва согласия за каждый дом, за каждую семью, за каждого неспасенного нашего близкого человека. Господь, я молю Тебя, мы сейчас соглашаемся все вместе, я соглашаюсь с нашими телезрителями, просить за спасение наших родных и близких людей. Боже, мы молим Тебя, пусть Твоя сила Евангелия придет в их жизнь. Боже, мы молим Тебя, Отец, коснись. Там, где люди связаны какими-то зависимостями, наши близкие, Боже, я молю Тебя, прийди в их жизнь. И пусть эти зависимости будут разрушены, пусть эти оковы падут. Там, где не спасены, Боже, пусть спасение придет. И мы молим Тебя, пусть в каждом доме, Боже, будет мир, радость, и Ты будешь царствовать во имя Иисуса Христа. Да будет так! Халилюя! Амэн! Воздай Богу сильную славу! Халилюя! Мы славим Тебя, Господь! Еще сильнее! Еще сильнее! Еще сильнее! Халилюя! 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 Амэн! Аллиюя! Аллиюя! Дорогие мои, обними своего соседа крепко-крепко. Крепко-крепко скажи, мы одна семья. И еще одного обними. Троих человек обними крепко-крепко. И скажи ему самые хорошие и добрые слова. Дорогие наши телезрители, так рада приветствовать вас здесь сегодня. Здесь, в Киеве, во дворце спорта, проходят наши собрания. И мы так счастливы, что мы все вместе. Я знаю, никакие расстояния не разделяют нас. Где бы ты ни находился сейчас. Или ты сам у экранов телевизоров. Или твоя семья. Или вы собрались в церковь. Друзья мои, мы одна семья. Мы вместе. Мы вместе идем. Мы самые счастливые. Мы имеем видение от Бога. И мы вместе совершаем это видение. Мы вместе идем к победе. Пусть Бог благословит вас. Халилюя! Давай Богу еще славу воздадим. Аллилюя! Итак, друзья мои. Я так рада вас видеть. Огромный вам привет от нашего апостола. Он очень сильно всех вас любит. И знаешь, уже буквально на следующей неделе и потом на следующей неделе нас ожидают два очень таких потрясающих события. 25 сентября у нас будет проходить Крусейд Исцеления в Днепре, который будет проводить наш апостол. И 2 октября у нас будет проходить Крусейд Исцеления здесь, в Киеве, во Дворце спорта, который будет проводить наш апостол. Аллилуйя! Это будет потрясающее время. И мы ожидаем его. И мы с нетерпением ждем этих двух замечательных Крусейдов. Знаешь, мой друг, всегда есть кто-то, кто ждет, чтобы ты постучал в его дверь, чтобы ты позвонил ему. Кто-то, у кого уже нет надежды, чтобы ты принес ему эту надежду. И как раз Крусейд Исцеления это то место, где Бог будет исцелять, исцелять больных людей, исцелять их тела, исцелять их души, спасать их. Поэтому, знаешь, вот здесь, в Киеве, две недели, которые есть у нас, это две недели для каждого из нас, чтобы прийти к тем людям, кто нуждается сегодня в Боге, кто сегодня не имеет другой надежды. А мы знаем все, только одна надежда есть у нас, это Бог. Только одна надежда для каждого человека. И поэтому, друг мой, я хочу сказать тебе, вот буквально на ночной, в пятницу, мы молились, и каждому человеку на ночной мы раздали такой вот план спасения. Посещай ночную, друг мой. Приходи обязательно. Я хочу сказать тебе, вот приди в эту пятницу, потому что уже все вместе с этим планом спасения мы будем молиться, и ты увидишь, что ты можешь стать реально профессионалом в спасении людей. Это то, что Бог хочет сделать для тебя, мой друг. И если у тебя еще нет такого плана спасения, обязательно подойди к своему сотнику, подойди к своему лидеру домашней группы и попроси, скажи, дайте мне, я хочу тоже вместе со всей церковью быть участником этого. Хотите, я вам в двух словах расскажу, что это за план спасения? Кто хочет? Конечно, дорогой мой телезритель, я тебе расскажу, потому что это потрясающе просто. Знаете, когда наш апостол, он учил в колледже, одно из учений, которое он давал, оно стало не просто учением, а это стало нашей доктриной, это стало нашим фундаментальным таким основанием для каждого из нас. И то, что он учил, сейчас я вам скажу об этом, это то, что ты должен взять в свою жизнь, положить в основание, и ты станешь благословенным и самым успешным человеком. Он говорил о трех золотых жилах нашей жизни. Три золотые жилы. Вы помните эту проповедь? Это было потрясающее учение. Но, друг мой, еще раз хочу тебе сказать, это было не просто учение. Это фундамент христианина. Это как заповедь. Три золотых жилы. И золотая жила номер один, это было спасение людей. Золотая жила номер два, это быть партнером Бога. И золотая жила номер три, это строить взаимоотношения с Духом Святым. Когда эти три вещи ты ложишь в основание своей жизни, послушай, твоя жизнь, это благоухание для Бога. Твоя жизнь, она настолько утверждена, что ничто не может ее поколебать. Это знаешь, как дерево, которое посажено при потоках вод, у которого глубочайшие корни, которое цветет, и ничто не может никогда помешать. Когда эти три откровения стоят в основании твоей жизни, ты всегда будешь успешным. Бог всегда будет тебя поднимать. Ты будешь видеть ответы на свои молитвы. Три вещи, которые поднимут тебя, на невероятную высоту. Три вещи. И знаешь, когда наш апостол учил об этом, он не говорил это просто как теорию. Он делился своим сердцем тем, что он понял за всю свою жизнь, за все свое хождение с Богом. То, что стало для него фундаментом, он делился этим с каждым из нас. потому что это те три вещи, которые для него стали этим путем, путем ко всем победам. Знаешь, у Бога нет лицеприятия. И Бог с каждым человеком готов сотрудничать и поднимать его на невероятные высоты. Открывать для него все двери. изливать на него все благословения для каждого человека. Но знаешь, есть путь, на котором эти благословения. А бывает, человек идет в обход, и он хочет благословения, при этом не приложив абсолютно никаких усилий. но есть путь, на котором есть благословение. И этот путь, эти три золотые жилы, спасение людей, быть партнером Бога и иметь отношение с Духом Святым. Если ты спасаешь людей, мой друг, я тебе скажу, ты тогда являешься ответом для Бога. И Бог всегда будет ответом для тебя. Если ты спасаешь людей, послушай меня сейчас очень внимательно, если ты спасаешь людей, ты делаешь то самое важное, что Бог ожидает от нас. Это наше главное призвание на этой земле. Это наше главное поручение. Я тебе скажу, это практически единственное, что Бог просит всем сердцем у каждого из нас. И когда Иисус уходил на небеса, в каждом Евангелии, в самом конце, как самые ключевые слова мы можем прочитать заповедь Иисуса, которую Он дал своему народу. И Он говорил, идите и проповедуйте Евангелие. Идите и говорите все, чему Я вас научил. Идите и спасайте людей. И Он говорил, и вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями. Он дал нам Дух Святой, первоочередная цель для того, чтобы мы несли эту силу Евангелия. И это было великое поручение для каждого человека. А теперь подумай, мой друг, если ты принял это, и если ты начинаешь выполнять это великое поручение, неужели Бог не выделит тебя из всех и скажет, это мой человек, он мой ответ, он мой проводник, через него я могу касаться жизни других людей. Знаешь, мой друг, потрясающе то, что когда мы идем и спасаем людей, мы все это делаем не своими силами. Это делает Бог, это делает Дух Святой, это сила Его Евангелия, но мы нужны Ему, как вот эти проводники. Если нас не будет, Евангелие не придет к человеку. Если мы не придем, Евангелие не придет. И поэтому каждый из нас, послушай, все, что нужно, это дать Богу просто себя, чтобы Он через тебя мог двинуться. Знаешь, бывает, человек думает, у меня еще не хватает столько мудрости, чтобы спасать людей. У меня еще нет всех знаний, чтобы рассказать человеку. Я еще стесняюсь, я не знаю, а как, а что. У меня нет времени. Послушай меня, я скажу тебе одну истину. Все, что нужно Богу, Ему не нужна твоя мудрость, потому что у Него вся мудрость, и Он может дать тебе мудрость. Ему не нужны твои какие-то сверхспособности, Он тебя наградит всеми необходимыми талантами и способностями. все, все, что Ему нужно, одно единственное, чтобы ты дал Ему себя, чтобы Он мог двинуться через тебя, чтобы ты просто сказал Ему, хорошо, Господь, я буду это делать, ты меня лично об этом просишь, поэтому я пойду и я буду это делать. И я тебе скажу, каждый человек, который сказал Богу да и пошел, на этом пути он видит невероятное количество чудес и ответов. Каждый из вас, вы можете засвидетельствовать о том, как ты решал, я пойду буду проповедовать, я пойду посещу человека. И ты не знал еще, как это будет, что ты ему скажешь, ты, возможно, переживал и волновался, но в тот момент, когда ты говорил да, говорил, Господи, ну ты только со мной, чтобы вместе, звонил в дверь, открывалась дверь, и ты чувствовал, как Дух Святой, Он приходил и начинал руководить тобой, руководить твоими словами, руководить твоими мыслями. Я знаю, когда только покаялась, я вспоминаю, когда вот первые разы у меня было, когда я проповедовала людям, насколько я была удивлена. Мы встречались с кем-то, я начинала проповедовать, рассказывать о Боге, рассказывать свое свидетельство, делиться тем, что я узнала о Боге. И знаешь, потом я начинала слушать себя со стороны, потому что я была верующей буквально, может быть, месяц. Я не знала Библии, но я со стороны слушала себя, что я цитирую какие-то места Писания, которые я услышала на служении, я их даже не запомнила. Но Бог, Он положил это куда-то в подсознание. И уже когда проповедуешь, Он достает это и говорит через тебя. И знаешь, когда это происходило, я потом просто была потрясена и благодарила Бога, потому что я поняла, что на самом деле это не мы делаем, это делает Бог. И Он даст тебе нужную мысль, Он даст тебе нужное слово, Он даст тебе нужную молитву, которая коснется сердца человека. И все, что нужно, сказать «да» и пойти. И знаешь, когда наш апостол проповедовал, Он дал пять пунктов. Пять пунктов. Когда Он говорил конкретно о вот этой золотой жиле, спасении людей, Он дал пять пунктов. И эти пять пунктов, внимание, если ты начинаешь спасение человека, следуя вот этим пяти пунктам, пяти шагам, я тебе скажу, у тебя все получится, и ты станешь профессионалом в спасении людей. И знаешь, друг мой, самое главное в жизни христианина это стать профессионалом в спасении людей. Вот во всем остальном ты можешь быть не очень профессионалом, но в этом христианин стать профессионалом просто обязан. Ты согласен со мной? Знаешь, спасать людей мы должны научиться профессионально, потому что наша духовная профессия каждого верующего человека это быть ловцом человеков, это быть тем, кто спасает. Это наша с вами духовная профессия, и в ней мы должны стать профессионалами. И поэтому, когда читаешь эти пять пунктов, я вам сейчас их зачитаю, смотрите, план спасения. Пункт номер один. Поставь четкую цель, сколько человек ты хочешь видеть спасенными в определенный период времени. И мы здесь решили до конца октября. У нас полтора месяца впереди. До конца октября, за полтора месяца, сколько ты хочешь видеть спасенных людей. И, знаешь, это не нужно вот так с бухты-барахты, а, 10 человек приведу. Знаешь, если ты поставишь там цифру, ты должен взять ответственность, что ты это сделаешь. Поэтому поставь цифру один и сделай это. Будь верен в этом малом. И ты увидишь, как Бог тебя поставит над большим. кто-то, может, знаешь, ты уже спасаешь людей и ты уже близишься к тому, чтобы стать профессионалом. Помолись. Может быть, ты поставишь другую цифру. Может, она будет больше. Но если ты будешь спасать в месяц полтора одного человека, ты представляешь, какой плод это будет для нашего Бога. Ты согласен со мной, мой друг? Но первое, что нужно сделать, нужно поставить очень конкретную цель, которая должна быть зафиксирована прямо на бумаге для тебя. Ты должен видеть это. Если цель, она не поставлена, ты ее никогда не достигнешь. Итак, постави цель. Второе, поставь срок и дату, когда ты хочешь, чтобы твоя цель была достигнута. И вот мы решили, вот на ночной молитве мы говорили, я сейчас говорю, всей церкви. Друзья мои, давай согласимся. До конца октября, полтора месяца, одного человека для Господа. Кто берет вот этот вызов сейчас? Вот поднимите руку. Пусть Бог благословит вас, друзья мои. Вот пусть Бог благословит вас. Вот мы прямо сейчас, вот я когда закончу, мы помолимся об этом, чтобы у вас все получилось. Итак, четкая дата должна быть. И я вам скажу, это очень важно. Цель, сколько? И второе, когда? Если вот это когда не поставлено, опять цель просто не достигнется. Потому что это будет размыто. Когда? Ну, может, через год. Нет, очень четко. Когда? До конца октября. И смотрите, третье. Реши, какую цену ты готов заплатить за спасение людей. О, друг мой, это очень важный пункт. Потому что есть люди, которые говорят, я хочу идти спасать людей, я хочу, чтобы люди спасались. Но они вообще не готовы платить цену. И поэтому, когда становится выбор, после работы, что я буду делать? Я пойду, покушаю, лягу перед телевизором, или я все-таки посещу свою подругу, за которую я молюсь, или свою соседку, за которую я молюсь. Или я пойду просто и буду молиться сейчас за этого человека. То есть у каждого ты избираешь, какую цену ты хочешь за это заплатить. И я тебе скажу, очень важно сразу решить, готов ли ты платить цену. И какую цену. И если ты заранее решаешь, да, я готов. Я готов молиться. Я готов посещать. Я готов стоять в вере. Я готов погрузить свой разум в это. Я готов думать об этом. Я готов мечтать об этом. Я готов на своей домашней группе говорить об этом. Молиться вместе. Соглашаться. Я готов сражаться за этого человека. Это цена. Но если ты начнешь так поступать, я тебе скажу, везде, где платится цена, везде будет победа и успех. Не может быть такого, что за что-то платится цена, и цена достаточная. И ты не получаешь то, что ждешь. Если ты платишь цену, ты получишь. И смотри, пункт номер четыре. Составь четкий план достижения цели. Это важно. И даже вот в этом нашем листочке план спасения, здесь внутри, вот я написала, план достижения цели. чтобы каждый мог написать себе шаг номер один, шаг номер два, шаг номер три. Знаешь, когда у тебя уже есть цель, есть срок, когда ты хочешь ее достигнуть, теперь следующее, что нужно, это написать план, как, что я буду делать шаг за шагом. Как это делается? Это делается в молитвенном состоянии. Ты заходишь в свою комнату, ты закрываешь двери, ты просишь, чтобы Дух Святой пришел и чтобы Он помог тебе составить этот план. И начинаешь с Духом Святым размышлять. Это такое молитвенное общение с Духом Святым. И ты с Ним размышляя пишешь эти шаги. Шаг номер один, я напишу список. Шаг номер два, я начну за Него молиться. И так далее, и так далее, и так далее. Ты с Духом Святым идешь и пишешь эти шаги. И вот у тебя уже есть план. И пятый пункт. Молись об этом, размышляй и вить конечный результат. Увидь этого человека уже спасенным. Это четвертое измерение. Знаешь, то, что должно произойти в мире физическом, сначала происходит в мире духовном. Когда ты начинаешь видеть, представлять, мечтать, представлять, это ощущение победы. когда ты начинаешь, закрываешь глаза в своей молитвенной комнате, а ты видишь эту картину, как звучит призыв покаянию. И ты за руку держишь этого человека. И ты уже полтора месяца, ты за него воевал, молился, и вот он пришел. И ты так счастлив внутри. И ты в молитве уже прямо переживаешь это чувство. Этого еще не произошло, но ты уже внутри начинаешь заранее радоваться, предвкушая этот момент. И вот ты берешь его за руку, и ты ведешь его к сцене. И ты заходишь с ним сюда. И вот вы стоите вместе. И он начинает произносить слова покаяния. И слезы катятся по его щекам. И потом, когда заканчивается служение, он обнимает тебя. И ты видишь, что это уже другой человек. Он обнимает и говорит, слушай, спасибо, что ты меня привел. Спасибо, у меня новая жизнь началась. А потом ты дальше видишь, как его жизнь действительно шаг за шагом меняется. Как он начинает получать ответы от Бога. Как у него все преображается. Этот духовный младенец, который растет, который, знаешь, как маленький ребенок, ему все интересно, он познает Бога. Это все можно увидеть заранее. Мечтать, представлять. И знаешь, мой друг, вот здесь вот серединочки еще есть, так я специально сделала, я написала сюда список неспасенных друзей и знакомых. Чтобы здесь, на одном листочке, у тебя были имена тех людей, за которых ты решил молиться, верить и вести их к спасению. И в списке, возможно, будет не один человек. Там, возможно, будет три и более. Не пиши сразу много, не нужно. Но когда ты пишешь этих людей, ты понимаешь, что вот моя цель в месяц полтора одного, потом следующего. Но уже я пишу их в этот список и уже за них молюсь. Кто-то созреет раньше, кто-то созреет чуть позже. Но я молюсь за этот список людей и начинаю стратегически, профессионально спасать их. И знаешь, тут вот на другой стороне написано «Стань профессионалом в спасении людей». И написано «Обещание Бога». И сказал им Иисус, «Идите за мной, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков». Послушай меня, это Бог делает, что ты становишься профессионалом в спасении людей. Это его заслуга. Он может научить тебя, Он может показать тебе, Он может дать тебе силы мудрости, Он может дать тебе помазания. Но то, что нам нужно сделать, нужно сказать Ему «Да» и предоставить себя, чтобы Он мог через нас делать эту самую главную работу на этой земле. Поэтому, друг мой, возьми этот листочек, возьми у своего лидера, у своего наставника, у кого еще его нет. приди домой, заполни это и начинай об этом молиться. И начинай шаг за шагом идти к своей цели. И я тебе скажу, когда ты будешь профессионалом в спасении людей, не будет в твоей жизни такого, чтобы какая-то твоя молитва осталась неотвеченная. чтобы какая-то твоя проблема была не решена, чтобы какая-то твоя нужда не была покрыта. Потому что, если ты становишься ответом для Бога, Бог становится ответом для тебя. Если ты на первое место в своей жизни ставишь то, что важно для Бога, спасенные души, послушай, Бог будет на первое место ставить твое благословение, твои нужды, твою защиту, благословение в твоем доме. Итак, все, кто ты принимаешь сейчас вот это решение до конца октября, я хочу одну душу привести к спасению. Вот прямо сейчас сидя, вот так подойми свою руку, и я сейчас молюсь вместе с тобой. Драгоценный Бог. Ты видишь сейчас каждого человека. Дорогой мой телезритель, если ты берешь это решение, этот вызов, и будешь это делать вместе с нами, я молюсь за тебя. Господь, я прошу тебя, ты видишь каждую руку, ты видишь каждое сердце, ты видишь это решение, ты видишь это огромное желание стать профессионалами в спасении людей. Поэтому, Боже, я прошу тебя, благослови твой народ, благослови их на это самое важное дело на этой земле. Благослови каждого. Боже, я молю тебя, пусть твое содействие будет. Я прошу тебя, покажи им тех людей, которым они могут идти уже на этой неделе. Благослови эти посещения, благослови эти встречи. Духом Святым, начни работу в сердцах этих неспасенных людей, к которым мы пойдем. за которых мы начинаем молиться. Боже, мы молим тебя, и я молю тебя, Господь, благослови твой народ. И пусть сила твоя будет на них, и пусть помазание твое будет на них, и пусть сила твоего Евангелия действует через них. Во имя Иисуса Христа да будет так. Амин. Воздаю Богу славу. Аллилуйя. Аллилуйя. Итак, повернись к соседу и скажи, я стану профессионалом в спасении людей. И другому еще скажи. Аллилуйя. И знаете, друзья мои, я уже сейчас буду проповедовать. Я сегодня не буду задерживать вас долго. Или вы хотите подольше? Хотим, хотим. Нет, я не буду долго, но хочу поделиться еще буквально два слова одной такой важной вещи, которую мы с вами вместе делаем. Знаете, вот эти несколько недель я была в Днепре, и сейчас прямо в Днепре там мы дарим телевизоры в больнице. Уже 288 телевизоров мы подарили больницам. 13 больницам Днепра. Прямо сейчас идет работа, их вешают, подключают. Это все мы делаем. И знаете, я хочу вам сказать, дорогие студенты колледжа Гора Моисея, те, которые здесь, те, которые смотрят нас, друзья мои, мы собрали эту жертву. Мы делаем это сейчас. И я вам скажу, какая великая благодать на каждом из вас. Я знаю, что вы увидите огромное воздаяние за то, что вы приносите такие жертвы. Потому что, когда видишь людей, которые страдают от болезней, у которых внутри просто мрак и ужас в их душах, у которых нет надежды, когда видишь этих людей, а потом видишь, как их глаза загораются, и у них на лице появляется улыбка надежды, потому что они начинают слушать проповеди. У них висит этот телевизор в палате. И они не просто лежат и смотрят в потолок в своих мыслях, вот этих негативных, мыслях страха, ожидания плохого. А и глаза направлены на телевизоры. Откуда звучит Евангелие? Откуда звучит просто какие-то хорошие, позитивные вещи, которые поднимают их настроение? Послушай, это делаешь ты, мой друг. Это сделал ты. И я хочу сказать каждому из вас огромное спасибо. Просто вы молодцы, друзья. Знаешь, как важно посеять, а еще и посеять такую самую-самую хорошую почву. И мы с вами посеяли в Украину. И мы ставим сейчас эти телевизоры. И наша жертва очень хорошая. Мы можем поставить больше четырех тысяч телевизоров по Украине. Больше четырех тысяч. Аллилуйя. И знаете, специально для вас мы сняли такой очень коротенький сюжет о том, вот как это все происходит. Давайте буквально две минутки мы глянем на экран и посмотрим. Пожалуйста. Каждый раз, когда мы приносим какую-то значимую для нас жертву, когда мы делаем какой-то шаг послушания, в эти моменты я знаю, что Бог, Он смотрит прямо в наши глаза. И Он говорит, я все вижу, я все знаю, я буду сопровождать тебя по этой жизни. Господь, Он отправляет своих ангелов в твое будущее, так как Он стоит над временем. Он отправляет своих ангелов в твое будущее. И Он нам говорит, сейчас прямо все события, которые могли быть в жизни этого человека, вы должны изменить. Ежегодно студенты колледжа гора Моисея становятся участниками очень серьезного духовного акта. За много лет для каждого участника горы Моисея сбор жертвы для Бога стал долгожданным событием, которому готовится весь год. И сегодня, Боже, в шестнадцатом году, вот этот день, сегодня мы закладываем жертву, Господи, в Украину, чтобы сегодня, Господь мой, Ты увидел, великий Бог, этот жертвенник здесь. И эти деньги, Боже, все до копейки мы направим, Боже, в эти онкоцентры, в больницы. Бог великий, услышь и усмотри, просто призри на нас. Бог великий, мы делаем это, чтобы Ты пришел! На всю сумму жертвы будут куплены телевизоры и все оборудование для трансляции. Уже приобретено 500 телевизоров, но это только начало. Сейчас идет активная работа по распределению уже купленных телевизоров. Телевизоры будут устанавливаться не только в Киеве, но и в других городах Украины. И уже есть предварительные договоренности со всеми областными центрами. Сейчас уже начинают устанавливать телевизоры в Днепропетровской онкологической больнице. Там планируется установить 94 телевизора. Уже закуплена спутниковая станция и все техническое оснащение для их установления. Сейчас приехали в город Днепропетровск и тоже начали с онкологического центра областного. И сейчас мы здесь уже начали процедуру установки. Уже работают работники в здании, уже ведут, тянут кабеля. Мы уже заплатили деньги купить 4 спутниковые станции для того, чтобы транслировались по этим телевизорам-каналам. Мы берем на себя ответственность установки этих телевизоров. И уже на сегодняшний день мы купили 500 телевизоров, выбрали все, что было на складе. Уже скоро в палатах, в которых раньше были безнадежность, отчаяние и боль, благодаря установленным телевизорам больные почувствуют теплоту и внимание. То, чего большинству их так не хватает. Поступило предложение об установке телевизоров в онкобольнице. С радостью согласились. Приятно помочь людям, дать им надежду на улучшение, на будущее. Хворі нашей палаты дякують фонду «Відродження» за те передачи, які показывают нам по телевизору. Читать після операций важко, а послухать мы слухаєм з приємністю. Так що дякую ми вам за все. Я смотрю кожен день. Утром смотрю, вечером смотрю. Ну, коли у меня процедури нету, я здесь смотрю эту передачу. Мне очень нравится эта передача. Это чисто душевная передача. Она придает силы. Забываешь о болезни, забываешь о всех недугах, которые є в себе. Спасибо вам, що ви пришли. Спасибо, що ви є. І що ви успокоєтесь о нас. Благотворительний фонд «Возрождення» благодарит всех партнёров і особенно студентов коледжа «Гора Моисея», кто принимав і принимає участие в покупки і установки телевізорів в онкоцентри України. Дорогі партнёры, телеканал «Возрождення» буде держати вас в курсе всех событий, касающеся этой мега-благотворительной акції. Вместе мы можем сделать намного більше. Замечательно. Знаєш, вот мы сейчас это делаем. Я уже не представляю, что мы сделаем в следующем году. Да? Как здорово! Улыбни своему соседу. И скажи ему, «Я партнёр Бога». Вот скажи ему это. Скажи, «Мы с тобой партнёры Бога». «Мы с тобой партнёры Бога». Это здорово так! Аллилуйя! Слава нашему Богу! Итак, Слава Богу! И теперь хочу коротко поделиться с вами словом «Открывай свою Библию», «Открывай свой конспект». Очень важно, когда ты что-то записываешь, отмечаешь, потому что тогда это глубоко-глубоко запоминается. И тогда твое сердце – это вот эта четвёртая почва. Семя посеяно, семя вырастет, и семя даст урожай и плод. И пусть так и будет в твоей жизни, чтобы слово, которое ты слышишь, оно тебя взращивало, поднимало и делало сильным. Итак, сегодня мы говорим о ключах успеха. Напиши себе, ключи успеха. Ключи успеха. Знаешь, я понимаю, чтобы открыть какую-либо дверь, нужен ключ. И есть дверь, которую можно назвать, представь себе картину, дверь, на которой написано «Успех». Что такое дверь-успех? Что за этими дверями? Знаешь, когда мы говорим об успехе, у каждого сразу в голове какие-то свои ассоциации. У кого-то, когда мы говорим об успехе, это успех в его деле, в его бизнесе. У кого-то, когда мы говорим об успехе, это успех в его семье, видеть, как твои дети, они добиваются успеха. У кого-то, когда мы говорим об успехе, это успех в его служении, это успех в том деле, которое Бог доверил тебе. И знаешь, успех, само слово, очень емкое. И когда мы говорим о жизни христианина, то, что Бог для каждого из нас приготовил, и мы читаем это в Библии, это иметь жизнь и жизнь с избытком. Скажи аминь. Бог для каждого из нас приготовил, чтобы мы жили с вами в благословении. И поэтому, когда мы говорим за успех, это и есть вот эта вот жизнь с избытком. В разных сферах. Благословение в разных сферах. Итак, каким же ключом, ключами можно открыть эту дверь? Какие же надо подобрать ключи, чтобы открыть эту дверь, и чтобы она уже никогда не была закрыта? Чтобы успех это стало твоим приобретением. Чтобы ты мог говорить сам о себе. Я успешный человек. Я успешный человек. Скажи это сейчас вместе со мной. Я успешный человек. Успешный человек. Это человек, у которого, само слово вот успешный, успеет, а на самом деле у которого все получается. Успешный человек. Это человек, который берется за что-то. И у него это получается. знаешь это не гарантия что у тебя получится сразу с первого раза но успешный человек всегда придет к тому что в конечном итоге у него все получится и он добьется успеха каждый из нас мы должны стать успешными людьми чтобы все вокруг глядя на каждого из нас могли сказать о это человек особенный это человек особенный это человек успешный знаешь успешность она не меряется количеством денег успешность она меряется тем что внутри тебя если внутри тебя есть осознание я успешный человек то послушай меня твои руки они станут теми руками которые если будут к чему-то прикасаться Это все будет получаться. Если ты будешь прикасаться к жизням других людей, эти жизни будут преображаться. Если ты будешь прикасаться к какому-то делу, у тебя будет получаться. Итак, успех. Какие же ключи? И знаете, я размышляла, я молилась, я искала ответ. Вот что может быть этими ключами? И я для себя увидела три ключа. Вот можете записать себе. Вот три ключа успеха. Три ключа. И я увидела в Писании, что есть один ключ, очень важный, который, вот именно этот ключ, он ведет к тому, вот если он у тебя есть, что ты переходишь на новые уровни жизни, что твои пределы, как мы говорим, расширяются. Есть конкретный ключ. И если он у тебя есть, ты будешь переходить на новые уровни жизни, душевной, духовной, материальной. что это за ключ? И я читаю вам место из Писания. Матфея, 25 глава, 21 стих. Евангелие от Матфея, 25-21. «Господин его сказал ему, хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Послушай, мы много раз читали это место Писания. И много раз мы слышали эти слова. «Добрый и верный раб, в малом ты был верен, над большим тебя поставлю». Но я хочу сказать тебе, сегодня, мой друг, ты должен взять это как ключ, очень важный для своей жизни. Верный в малом будет поставлен над большим. Если сегодня я хочу быть успешной, если сегодня я хочу, чтобы с каждым годом моя жизнь переходила из уровня в уровень, «Я была здесь, я хочу быть здесь, я была здесь, я хочу быть здесь». Знаешь, бывает жизнь людей, она течет по-другому. Или они просто всегда на одном уровне, или бывает с годами наоборот. Их уровень ниже, ниже, ниже и ниже. Но в твоей жизни должно быть наоборот. С каждым месяцем, с каждым годом ты должен переходить на новую ступеньку, подниматься на новый уровень. Но как? Вот принцип, вот ключ, который открывает этот секрет. Верный в малом будет поставлен над большим. Ты знаешь, что это не просто слова. Это конкретное Божье обещание. Ты должен знать, мой друг, если Бог что-либо пообещал, не бывает такого, чтобы Он это не исполнил. Здесь очень конкретное обещание. Это звучит прямо как заповедь. Это звучит просто как, знаешь, да и аминь. Верным в малом будет поставлен над большим. Если я хочу, чтобы мое служение росло, я должна быть верной в том, что у меня есть сегодня. Если я хочу, чтобы моя семья становилась счастливей и счастливей, я должна быть верной в том, что у меня есть сегодня. Если я хочу, чтобы бизнес рос, если человек хочет, чтобы бизнес рос, он должен быть верным в том, что есть сегодня, делать это качественно. Если он хочет, чтобы в своей карьере, в работе подниматься, он должен верно исполнять то, что есть сегодня. Если ты хочешь иметь много друзей, ты должен быть верным тем нескольким, которые есть сегодня. Понимаешь, везде, в каждом деле хочешь больше быть верен в том, что есть. Знаешь, я вам скажу, наш апостол, для меня всегда это пример вот верности, верности в самом малом. Когда мы только начинали, еще в Перещепино. Знаешь, он пастор, я ему помогала, но вся ответственность на нем. И только потом с годами я начала до конца, уже когда сама была пастором, я уже начала тогда понимать, насколько все-таки непросто бывает быть верным малым. Знаешь, я помню, мы собирались, и это было такое малюсенькое такое помещение. Наш пастор сколотил лавочки, мы написали плакаты на стенах, мы сделали такую самодельную кафедру, мы все это расставили, и мы молились, чтобы пришли люди. И вообще никто не пришел первый раз, потом пришло там два человека, потом пришло три человека. Но знаешь, что я тебе скажу? Каждый раз, когда наш апостол, а тогда это был просто пастор в маленьком поселке, когда он готовился к этим собраниям, когда он молился за этих людей, я тебе скажу, он так готовился и так молился, как будто он должен был выйти перед огромным стадионом. И когда он смотрел на этого, может быть, одного, двух, трех человек, которые сидели и его слушали, он настолько выкладывался, так молился и так проповедовал, и так верил в этих людей, как будто перед ним стадион. И он настолько всегда качественно это делал. Знаешь, кто-то мог посмотреть и подумать, ну три человека, ну три бабушки, ну и можно и без подготовки, и много чего рассказать. Можно и сильно не напрягаться. Вот когда придут уже люди, вот будет полный зал, вот тогда я выложусь. Но он никогда так не делал. Еще в Днепропетровске, когда у нашего пастора была первая домашняя группа, друзья, я вам говорю это перед Богом, я это видела, он всю неделю молился за эту домашнюю группу по несколько часов в день. Он готовился, он промаливал каждого человека. Для него каждый человек это была такая драгоценность, он их посещал, он в них верил. И когда эта домашняя группа потом проходила, это была не просто домашняя группа. Это был такой, знаешь, пир. Люди все настолько были счастливы, они уходили такие наполненные. Но какой-то лидер, он может так не готовиться. Он может думать, ну, по дороге что-нибудь там быстренько открою, в метро прочитаю, приду, расскажу. Меня и так все любят. Меня и так послушают. Но знаешь, вот эта вот верность в малом, она делает так, что человек, сам того не осознавая, сам Бог это делает, он переводит на новые уровни. И поэтому когда-то наш апостол проповедовал перед пятью человеками там, в Перещепино, в этом маленьком детском садике, где мы снимали эту комнату. А сейчас у нас сотни тысяч последователей. Сейчас дворец спорта, мы собираем здесь колледж. И наш апостол собирает этот колледж, он проповедует здесь. Десять тысяч человек целый месяц. Почему? Заткай сейчас себе этот вопрос, друг мой. Почему? И я знаю, ты сейчас себе отвечаешь уже. Потому что когда он имел малое, он был верен. Когда он имел малое, он был верен до конца. И поэтому Бог давал больше и больше и больше и больше. Знаете, когда Господь проговаривал нашему апостолу, давал ему какое-то видение, он был настолько верен в исполнение этого видения. Я видела это. Он мог неделями, вот так вот ночами напролет молиться, только чтобы это видение исполнить. Если он брал от Бога видение, он брал эту ответственность, он знал, он душу свою положит, но он должен это исполнить, потому что по-другому нельзя, ведь Бог же поручил это. Знаешь, были моменты еще в Перещепино. Он тогда, помню, делился с нами, с командой. Он говорит, знаете, когда Дух Святой говорит тебе что-то, он говорит, не говорит это так вот, ты должен, я сказал все. Он говорит таким нежным голосом, и он дает это как предложение. Знаешь, так вот, хочешь, ты можешь это сделать. И знаешь, вот очень часто, когда Бог что-то от тебя просит, вот Он может попросить именно таким образом. Когда Он дает тебе какое-то поручение, оно может выглядеть не как приказ, Дух Святой не приказывает, а как предложение. Ты мог бы это сделать? Хочешь? И знаешь, каждый раз, когда Дух Святой давал какое-то вот такое нежное слово, просто мысль, ты мог бы это сделать? Наш апостол всегда моментально, да, и он это делал. Знаешь, я говорю тебе это, мой друг, чтобы показать тебе, насколько Бог верный. Ты слышишь меня? Ты должен это знать. Бог верный. И если Бог верный, Он исполняет свое слово. И поэтому, когда человек верен в малом, Бог обязательно будет поднимать его над большим. Если ты будешь честно, искренне делать то, что у тебя сегодня есть, каким бы маленьким оно ни было, Бог подымит тебя. Ты не успеешь оглянуться, как высоко ты уже будешь. Бог расширит тебя. Потому что это его закон. А теперь послушаем. В этом стихе есть два благословения. Запиши себе. Два благословения для верных людей. Два благословения. Это награда за верность. Два благословения для верных людей. Вот верных в малом. И первое благословение. Вот это ты должен прям записать. Верность – главный ключ к расширению границ. Верность – главный ключ к расширению границ. Я хочу, чтобы мои границы, моей жизни, моего служения, моего бизнеса, моей работы, моей души, моего счастья, моей радости. Знаешь, Бог может расширять границы твоего счастья. Границы любви в твоей семье Он может расширять. Он может расширять это все. И вот верность – главный ключ к расширению границ. И второе. Смотри, в этом стихе, в 21 Матфея 25 главы, здесь написано, очень интересно, ты был малым верен, над многим тебя поставлю. А потом второе. Войди в радость господина твоего. Ты знаешь, это тоже обещание Бога. И войди в радость, знаешь, что это такое? Это значит обрести благорасположение Бога. Войди в радость господина Бога. Это обрести Его благорасположение. Ты хочешь обрести благорасположение Бога? Чтобы Бог был к тебе сильно-сильно-сильно расположен. О, это здорово. Это здорово, когда Бог к тебе благорасположен. Это самое лучшее, что может быть. И послушай, верность дает это, что Бог к тебе расположен. Он настолько к тебе расположен, Он смотрит на тебя, говорит, это мой человек. Это мой добрый и верный раб. Это мой человек. Мое сердце к нему. Моя радость. Это Он. Он смотрит на тебя и говорит, ты моя радость. Поэтому, знаешь, когда мы смотрим сегодня, то мы понимаем, в каждом деле давай показывать верность. Мы должны быть верными всем сердцем. в своим семьям, своим домам, своим близким людям, своей церкви, своему служению, тому призванию, которое есть на твоей жизни, тому видению, которое Бог даровал нам. Скажи аминь. Воздаему славу. Аллилуйя. И теперь скажи вместе со мной. Я верный человек. И я буду верным малым. И я буду поставлен над большим. Аминь. Теперь послушай меня. Очень быстро я тебе говорю. Ключ номер два. Напиши себе. Ключ номер два. Ключ номер два. И знаете, что это? Это посвящение. Напиши. Итак, ключ успеха номер один. Это верность в малом. Ключ успеха номер два. Это посвящение. Почему посвящение? Все очень просто. Если ты начинаешь думать о том, как добиться того или другого, как достичь каких-то целей или высот. Послушай, без посвящения это невозможно. Что такое посвящение? Посвящение это какому-то делу или человеку, или видению. Ты посвящаешься, то есть ты погружаешься в это. Посвящаешься, это значит, ты ставишь это вперед, на первое место. Без посвящения невозможно чего-либо достигнуть вообще. Без посвящения ничто не будет никогда успешным. Хочешь успех в чем-то, ты сразу должен понимать. Я, значит, должен этому посвятиться. Значит, я должен в это вложить свое сердце. Читаем Библии. Был пророк Елисей. Послушай, что отличало этого пророка. У него было два качества. И эти два качества привели его к невероятному успеху. Качество номер один. Он был очень верный в малом. Я вам рассказываю историю про Елисея. Когда великий пророк Илья увидел Елисея, он обрабатывал поле. Он был далекий от каких-то духовных служений. Но Бог проговорил Илье, позови, возьми его и сделай его просто своим помощником. И вот Илья позвал его. И представь себе, Елисей, он начинает помогать пророку, но знаете, что он делал? Библия говорит, он лил воду ему на руки. То есть он делал самую такую незначительную работу. Он просто служил ему, как слуга. Он поливал водой его руки, помогал ему мыть руки. Он, возможно, готовил ему пищу. Он заботился о нем, чтобы он хорошо поспал. То есть он делал самую незначительную работу слуги. И в этом был очень верный. В этом малом. А потом второе качество Елисея. Он был очень посвящен этому делу. Он был настолько посвящен. Мы читаем в Писании. Пришел день, когда уже Илью Бог хотел забрать на небо. Илья знал все, как будет происходить. Он понимал. Он был пророком. Он понимал. И он получил уже от Бога, что ему нужно помазать Елисея. Но был такой один момент, один экзамен, когда Илья говорит Елисею. Говорит, послушай, теперь уже не ходи за мной. Останься здесь, а я пойду в другое место. И знаешь, если бы Елисей не был посвящен настолько Илье и не был таким верным, он бы остался. и возможно так и не получил бы свое благословение. Но он не остался. То, что он был глубоко посвящен, не дало ему сделать эту ошибку. И он сказал, нет, отец мой, я не останусь нигде, я пойду с тобой, я буду с тобой до конца. И тогда он пошел с ним, и он увидел, как Илья возносился, и Бог даровал ему двойное помазание. Ты слышишь меня? На Илье было помазание, а Бог даровал Елисею двойное помазание. Что привело его к этому? У него были эти два ключа. Он был верным малым, и он был очень посвящен. Двойное помазание приобрел Елисей. Знаешь, когда мы читаем, еще другие истории в Писании. Была такая девушка, которую звали Есфирь. Все читали про Есфирь? Все слышали? Да, слышали? Потрясающая девушка, которую царь выбрал себе в жены. Но она была еврейской девушкой. И вот она была, они были в плену, весь еврейский народ в то время. И этот царь взял ее себе в жены. И она могла бы там прекрасно, спокойно жить. И потом происходит целая история. Ты можешь прочитать это в книге Есфирь. Но я тебе только в двух словах скажу, что поднялся такой враг, который хотел истребить еврейский народ. И только одна Есфирь могла бы быть тем человеком, кто бы защитил этот народ. Только она одна. Никому другому просто это было невозможно в тот момент. А только она одна могла прийти к царю и попросить. И знаешь, на тот момент был закон, что если кто-то войдет к царю без разрешения, без приглашения, даже жена, и если это произойдет, и у царя будет плохое настроение, этого человека могут просто казнить. Независимо от того, кто он. Послушай, она ничего не побоялась. Она пошла, и она приобрела расположение царя и в конце концов спасла свой народ. Но знаешь, что показывает эта история? Она показывает, насколько Есфирь была посвящена своему народу. Если бы она не была ему посвящена, то перед лицом смерти она бы могла отречься от своего народа. Она могла бы просто спрятаться в этом дворце. Ей бы ничего не было. Да, там были погибли люди, но она могла бы оправдать себя чем угодно и спрятаться там за этими высокими стенами. Но то, что она была посвящена своему народу, сделала великое чудо. Народ спасся. Но она, послушай, если бы она не сделала тогда этого, никто бы из нас с вами не знал девушки по имени Есфирь. Но то, что она сделала это, сделала ее не просто царицей, не просто прекрасной. Это сделала ее великим человеком. Ее имя на страницах Библии. Это день, когда спасся тогда еврейский народ. Евреи по сей день празднуют, как великий праздник. И вспоминают ее имя. Ты понимаешь, что это сделало? Посвящение. Ты должен знать, когда мы посвящены своему делу, когда мы посвящены Богу, когда мы посвящены своей церкви, когда мы посвящены людям, которых Бог дает нам. Послушай, это служит величайшим благословением и для тебя, и для других. Скажи аминь. И последний ключ. И я буду заканчивать. Последний ключ звучит так. Не сдавайся. Не сдавайся. Представь себе, три ключа у тебя в связке. Ты стоишь перед дверью, которая называется успех. На одном ключе у тебя написано верный в малом. На другом ключе у тебя написано посвящение. И вот третий ключ перед тобой. И на этом ключе просто написано вот такая фраза. Не сдавайся. Знаешь, почему это является третьим ключом? Потому что очень бывает нелегко дойти до конца. Бывает, человек решает, я буду верный в малом. Но знаешь, где-то в подсознании, ты понимаешь, хочется побыстрее увидеть уже новый уровень. Хочется побыстрее увидеть уже вот это, когда уже стало много у тебя всего. Уже как бы смотришь на Господа, говоришь, Господи, ну я же в малом уже верен, 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 но когда-же уже много. Уже по священию идешь, идешь и понимаешь, что ну уже хочется побыстрее. Я скажу тебе, Бог никогда не спешит, но никогда не опаздывает. Он все совершает свое время. Знаешь, для Бога очень важно, чтобы определенные процессы происходили внутри нас. Чтобы если мы получаем какой-то новый уровень, мы соответствовали этому новому уровню. А для этого бывает, что-то должно в нас происходить. Где-то мы обрезаемся, где-то мы чему-то учимся, учимся терпеть, учимся прощать, учимся любить, учимся принимать друг друга. Мы учимся, учимся, учимся. И вот ты внутри уже соответствуешь. И тогда вот твой новый уровень. И только сам Бог знает, готов ты к Нему или нет. Потому что на этом новом уровне ты еще должен устоять. Ты согласен со мной? И вот представь себе, если у тебя есть этот третий ключ, который называется «Не сдавайся», тогда ты будешь доверять Богу. И даже если своими глазами тебе будет казаться, что уже слишком долго ты стоишь на этом уровне, слишком долго, ты все равно не сдашься, ты не опустишь рук, ты не допустишь мысли, что Бог о тебе забыл. Ты не допустишь мысли, что, наверное, Богу не интересно вот это мое малое, которое я делаю. Нет! Богу очень интересно, Бог наблюдает за тобой. Богу настолько интересно, ты Ему настолько интересен. Ты же Его дитя, Он тебя создал. Он наблюдает за тобой, Он наблюдает за твоим сердцем. Сдашься ты или нет? Будешь ты стоять или ты опустишь руки? Пойдешь ты до конца или повернешь в другую сторону? Но я тебе скажу, если ты не сдашься, ты увидишь, свою победу. Ни один человек в этом мире, который шел и не сдавался, ни один такой человек не проиграл. И знаешь, человек, который не сдается, он имеет такое имя, которое называется Победитель. Ты хочешь, чтобы у тебя было имя Победитель? О, это потрясающее имя. Я тебе скажу, когда открываешь книгу Откровений, здесь есть прямо обещание для победителей. Человек, который не сдается, становится победителем. А человек, который становится победителем, смотри, что Бог тебе обещает. Читаю. Откровение, 2 глава, 7 стих. Пообеждающему, дам вкушать от древа жизни, которая посреди рая Божьего. 11 стих. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. 17 стих. Побеждающему, дам вкушать сокровенную манну и дам ему белый камень и на камне написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. 3 глава, 5 стих. Побеждающий облечется в белой одежде и не сглажу имени его из книги жизни и исповедую его пред Отцом моим и пред ангелами его. 3 глава, 12 стих. Побеждающий сделал столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. И 21 стих, смотри. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с Отцом моим на престоле его. Сколько обещаний! Сколько Бог обещает! Знаешь, вот я так хочу, чтобы ты сегодня взял эти 3 ключа, записал себе их, может, что-то нарисовал у себя в конспекте. Но возьми эти 3 ключа, они сделают тебя успешным человеком, успешным во всем, успешным в каждом деле, за которое ты берешься. Возьми этот принцип быть верным малым, возьми этот принцип посвятиться этому делу, и возьми этот принцип не сдаться. И если эти 3 ключа у тебя есть, у тебя все получится. Ты увидишь победу. Ты услышишь эти слова, которые Бог скажет тебе. Добрый, верный раб, войди в радость Господина твоего. Ты будешь чувствовать вот этот вкус победы. Знаешь, наверное, самый лучший вкус, это вкус победы. Давай мы встанем. Аллилуйя. Итак, мой друг, я хочу сейчас молиться за тебя. Я знаю, многие из вас, вы сейчас как раз вот в этом периоде жизни находитесь, когда вы верные, вы делаете какое-то дело, и вы уже ожидаете, чтобы Бог перевел вас на новый уровень. Я хочу молиться за вас, чтобы вы шли до конца, чтобы вы не сдавались и знали, что Бог верный. И Бог даст вам все в самое лучшее время. Если ты только начинаешь твой путь, я хочу молиться за тебя, чтобы ты действительно научился быть верным малым, чтобы ты дорожил этим малым как драгоценностью. Никогда не смотри на что-то, как на что-то неважное. Никогда не смотри на что-то, что это мелочь, если Бог дает тебе что-то, все имеет цену и величину. Итак, мой друг, я молюсь, драгоценный Бог, я прошу тебя за каждого человека в этом зале, за наших телезрителей. Боже, я молю тебя, пусть эти три ключа станут их ключами к успеху. Я молю тебя, Господь, за тех людей, которые верно идут за тобой. Я прошу тебя, дай им дойти до конца, дай им не сдаться и войти в свой новый уровень. Я молю тебя за тех людей, которые начинают свой путь. Боже, научи их быть верными. Верными в каждом деле, который ты даешь им. Верными в том, что они имеют сегодня. Лидером, быть верными в своих домашних группах. наставником, быть верными с теми людьми, которых ты дал им. Боже, каждому человеку быть верным в своем деле. А самое главное, быть верным в спасении людей. Боже, я молю тебя, дай им быть верными во имя Иисуса, Отец. И я прошу тебя, Боже, только ты один, только ты один можешь менять нас. Можешь менять наши сердца. Мы открываем тебе наши сердца. И мы молим тебя, сделай нас посвященными людьми. Научи нас быть посвященными людьми. Научи нас быть сильными. Научи нас побеждать. Благослови твой народ, Отец. И я молю тебя, пусть двери успеха открываются для каждого, кто берет эти три ключа, дай войти в этот успех, в победу, в новые, новые уровни своей жизни. Отец, я молю тебя, подними к нему свою руку. Сдержи, Боже, помоги мне взять эти три ключа и входить в новые уровни моей жизни в каждой сфере. Помоги мне, Господь, научи меня этому. Поддержи меня. И дай мне победу, кто пришел сюда первый раз, кто еще не каялся. Друг мой, беги скорее сюда на эту сцену, пока звучит эта песня. Бог ждет тебя здесь. Я хочу молиться за тебя. Иди к нему скорее, беги сюда, бегом. Иди сюда скорее. Церковь, молись. Беги к нему. Без страха я смогу пойти в присутствие, его святое место, место милости его. Бегу я, бегу я, бегу к престолу милости, где Иисус под крови сказал все мои грехи и кровью обои. Ты исцелил все роды, бегу к престолу милости. Бегу к престолу милости. Мой друг, сегодня Бог зовет тебя. Послушай, ты не просто так сегодня здесь. Сам Дух Святой привел тебя на это место. Ты его драгоценность. Бог смотрит на твою жизнь. Он хочет простить твой грех. Он хочет изменить твое будущее. Не вздумай отложить это ни на секунду больше. Иди скорее сюда. Я хочу молиться за тебя. Иди скорее. Бог хочет сегодня изменить твою жизнь. Пусть и присутствие Его. Святое место, место милости Его. Иду я, иду я, иду к престолу милости Где Иисус покроет с косолом зема И грехи и кровью на море Исцелит все рады, иду к престолу милости Еще есть люди, еще есть кто-то, еще есть буквально Я не могу остановиться, есть кто-то, кому нужно сейчас выйти сюда И ты стоишь, ты колеблешься, но ты знаешь, что ты этот человек Мы мгновение буквально ждем тебя, иди скорее, иди скорее, мой друг Иди, Бог ждет тебя, иди сюда Аллилуйя, аллилуйя, мы ждем, ждем тебя, давай скорее Аллилуйя, спасибо тебе, Боже Я благодарю тебя, я благодарю тебя Дорогой мой телезритель, прямо сейчас, если ты еще не покаялся Ты можешь это сделать вместе с нами Церковь, пусть Бог благословит вас Церковь, протяните ваши руки Давай помолимся Друзья мои, все, кто вышли, дорогие телезрители Кто сейчас кается, закройте ваши глаза и просите у Бога прощения Прямо своими словами Дорогой Господь, я благодарю тебя за каждого человека, стоящего здесь И мы молим тебя, великий Бог, коснись их сейчас своей силой И пусть прямо сейчас произойдет это чудо рождения свыше И я разрушаю кровь Иисуса, всякое проклятие на их жизни И я прошу тебя, великий Бог, войди в их жизнь В их дома, в их семьи, в их обстоятельства Пусть с этого дня изменится все их будущее И пусть с этого дня, Божий, они будут в твоей руке Да будет так И теперь, друзья мои, все, кто стоят здесь, телезрители Давайте вместе скажем слова покаяния Я сейчас скажу эти слова, вы повторите их за мной Но скажите это искренне от всего сердца Богу Давай молиться Дорогой Господь, я прихожу к тебе во имя Иисуса Христа И я каюсь во всех моих грехах Прости меня, омой своей кровью Я всю свою жизнь отдаю тебе, Господь И я отрекаюсь от дьявола во имя Иисуса Христа Спасибо тебе, Отец, что ты спас меня Принял меня Наполни меня Духом Святым Во имя Иисуса Христа Аминь Друзья, драгоценные мы поздравляем вас Теперь вы В Божьей семье Бог ваш отец И Бог даровал вам теперь не быть уже в одиночку Он даровал вам духовную семью Церковь помашите рукой Это ваша духовная семья Это ваша церковь И знаешь, мы братья и сестры теперь И мы будем любить вас Верить вас Молиться за вас И мы поможем вам стать с Богом Самыми счастливыми людьми И знаете, я бы так хотела, чтобы вы не уходили сразу Ну буквально на 10 минут Наши служители, они хотят познакомиться с вами Помолиться за вас Поэтому, пожалуйста, вот повернитесь туда Видите, вот у нас там зал Специально для вас Вас там уже ожидают Пройдите буквально на 10 минут Под аплодисменты церкви Пусть Бог благословит вас Драгоценные друзья Аллилуйя Итак, дорогие мои Наше служение подходит к концу У нас замечательное время Ты согласен со мной? Мы счастливый народ Мы благословенный народ Мы идем вперед И я благословляю всех наших Драгоценных телезрителей Знаете, друзья, мы прощаемся с вами Но 25-го Каждого, кто где-то поближе к Днепру К Днепру теперь уже Я приглашаю на крусейд исцеления Друзья мои, приезжайте Днепр, улица Рабочая Храм Святого Духа 11.00 2-го октября мы всех ждем здесь На крусейд исцеления Наш апостол будет молиться за больных людей Он будет служить и проповедовать И это будет потрясающее время Не забудь план спасения Возьми это Друзья мои, пусть Бог благословит вас Итак, дорогие Ночная молитва Пастор Оксана, помоги нам И наша ночная молитва Мы будем там молиться За спасение родных Близких и друзей Это будет потрясающее время И следующее наше служение Это востребую То, что Бог для тебя приготовил И мы прощаемся с нашими Дорогими телезрителями Когда вы будете в наших краях Мы с нетерпением ждем вас Заезжайте к нам Я провозглашаю благословение На эту неделю на вашу жизнь Итак, мой друг Принимай всем сердцем Ты благословенный человек Ты успешный человек У тебя есть все три ключа Я провозглашаю мир в твой дом Счастье в твою семью Крепость в твою тело Твое исцеление возрастает Я провозглашаю У тебя все получается И я провозглашаю Ты становишься профессионалом В спасении людей И все твои самые лучшие дни Начались уже сегодня Халилюя! Пусть Бог благословит вас Драгоценный любим вас всем сердцем Обнимай своего соседа Скажи ему, что ты любишь его Мы семья Халилюя! Давай прославим Бога! Я хочу быть таким, как ты Вот я пред тобой Ты меня возьми Новое твори Я в руках твоих Ты со мной, Господь Я тебя люблю И дорогие Минуточку внимания Я хочу сообщить Одну очень хорошую новость Мы прощаемся с нашими телезрителями Всего доброго! До новых встреч!